В связи с массовым удалением на ютубе моих видео, прошу вас подписываться на мой телеграм-канал Медведь Обыкновенный. Ссылка под видео и в шапке профиля. Варлам Шаламов. Колымские рассказы. По снегу. Как топчут дорогу по снежной целине. Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает. И мохорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал. Воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтобы ветра не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной. Скалу, высокое дерево. Человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс. По проложенному узкому и неверному следу двигаются 5-6 человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не вслед. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину. То место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого, след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога. Яма, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех. И когда он выбивается из сил, вперед выходит другой, из той же головной пятерки. Из идущих по следу, каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели. На представку. Играли в карты у Коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак Коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по 58 статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники практики втихомолку ворчали. Они лишались лучших, заботливейших рабочих. Но инструкция на сей счет была определенно и строга. Словом, у Коногонов было всего безопасней. И каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков. В правом углу барака на нижних нарах были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горячая колымка, самодельная лампочка на бензиновом паре. В крышку консервной банки впаивались 3-4 открытые медные трубки. Вот и все приспособление. Для того, чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь. Бензин согревался, пар поднимался по трубкам. И бензиновый газ горел зажженной спичкой. На одеялах лежала грязная пуховая подушка. И по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры. Классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты. Это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага, любая книжка, кусок хлеба, чтобы его изживать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы, огрызок химического карандаша вместо типографской краски и нож для вырезывания и трафаретов мастей и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго. Книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая, листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов, было много художников и таких, но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила. И чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту. Дамы, валеты, десятки всех мастей. Масти не различались по цвету. Да и различия не нужны игроку. Валету пик, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми. Умение собственной рукой изготовить карты входит в программу рыцарского воспитания молодого блатаря. Новенькая колода карт лежала на подушке. И один из играющих прихлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины. Тоже блатарский шик, так же как фиксы золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера, самозванные зубопортезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находящих спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их бесспорно вошла бы в быт преступного мира, если бы можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен под бокс, самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком. Все это придавало его физиономии важное качество внешности вора. Незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него и забыл. Потерял все черты и не узнать при встрече. Это был Севочка. Знаменитый знаток Терца, Штоса и Буры. Трех классических карточных игр. Вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил. Строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет. То есть показывает умение и ловкость Шулера. Он и был Шулер, конечно. Честная воровская игра. Это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера. Это твое право. Умей обмануть сам. Умей отспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое. Один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильным исполнителем не боялись. Так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника. Партнером Севочки был сам Наумов. Бригадир Коногонов. Он был старше партнера. Впрочем, сколько лет Севочки? 20, 30, 40? Черноволосый малый с таким же страдальческим выражением черных глубоко запавших глаз, что не зная, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника. Монаха или члена известной секты, бог знает. Секты, что вот уже десятки лет встречаются в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана соловянным крестиком, висевшего на шее Наумова. Ворот рубахи его было расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки. Еще ранее капитанки. В 40-е годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенище валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы. Сердце, карта, крест, обнаженная женщина. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку татуировку. Цитату из Есенина. Единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. «Что ты играешь?» – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном начала игры. «О, тряпки, лепеху эту!» И Наумов похлопал себя по плечам. «В пятистах играю!» – оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты. «Я и Горкунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для Наумовского барака дрова. Это была ночная работа. После своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к канагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы Наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную юшку. Остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «Украинские галушки» и давал нам по кусочку хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте. Барачные бензинки освещали карточное поле, но по точным наблюдениям тюремных старожилов ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл свою лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. «Одеяло играю», — хрипло сказал Наумов. «Двести», — безразличным голосом ответил Севочка. «Тысячу, сука!», — закричал Наумов. «За что? Это не вещь. Это локш, дрянь», — выговорил Севочка. «Только для тебя. Играю за триста». Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. «Валенки играю». «Не играю валенок», — твердо сказал Севочка. «Не играю казенных тряпок». В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем Гоголя. Все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. «На представку», — заискивающе сказал он. «Очень нужно», — живо сказал Севочка и протянул назад руку. В тот час же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. «Шо мне твоя представка? Этапов новых нет. Где возьмешь? У конвоя, что ли?» Согласие играть на представку в долг было необязательным одолжением по закону. Но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш. «В сотни», — сказал он медленно. «Даю час представки». «Давай карту». Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки и вновь проиграл все. «Чефер кубок подварить», — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. «Я подожду». «Заварите, ребята», — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чая, когда на небольшую кружку заваривается 50 и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чефирь должен был разрушительно действовать на сердце. Но я знавал многолетних чефиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки. Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова. «Ну-ка, выйди». Я вышел на свет. «Снимай телогрейку». Было уже ясно, в чем дело. И все с интересом следили за попыткой Наумова. Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье. Гимнастерку выдавали год-два назад, и она давно истлела. Я оделся». «Выходи ты», — сказал Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер. Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу. И я знал, как берег ее Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же товарищи. «Ну-ка, снимай», — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивал пальцем. Шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее в шеи, можно и с маму носить. Узор красивый. «Не сниму», — сказал Горкунов хрипло. «Только с кожей». На него кинулись, сбили с ног. «Он кусается», — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся Горкунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчик у запилку дров, чуть присел и выдернул что-то из голенища валенка. Потом он протянул руку к Горкунову. И Горкунов всхлипнул и стал валиться на бок. «Не могли, что ли, без этого?» — сокричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров. Ночью. Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску. Тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слезал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус – это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давало пища. Глебов не торопился глотать. Хлеб сам таял во рту. И таял быстро. Валившиеся блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот. Не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну. И сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту, на большую оранжевую луну, выползавшую на небо. Пора, сказал Багрецов. Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку. Хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его. Далеко еще? – спросил он шепотом. – Далеко. – Негромко ответил Багрецов. Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем. Все было ясно и просто. На площадке в конце уступа были куча развороченных камней, сорванного с сохшегося мха. – Я мог бы сделать это и один, – усмехнулся Багрецов. – Но вдвоем веселее. Да, и для старого приятеля. Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился. – Отлечь, увидят. Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова. Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, стекла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из тела грейки, прижал. Кровь не останавливалась. – Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов. – Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь. Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось ему очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день, от подъема до отбоя. Дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все. Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании. А воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало грани и сейчас было направлено лишь на одно, чтобы скорее убрать камни. «Глубоко, наверное», — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать. «Как она может быть глубокой», — сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой. «Есть», — сказал Багрецов. Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней. На лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым. В этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены. Сам он был полнее и мягче Глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело. «Молодой совсем», — сказал Багрецов. Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги. «Здоровый какой», — сказал Глебов, задыхаясь. «Если бы он не был такой здоровый», — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас. И нам не надо было бы идти сюда сегодня. Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку. «А кольсоны совсем новые», — удовлетворенно сказал Багрецов. Стащили и кольсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку. «Надень лучше на себя», — сказал Багрецов. «Не, не хочу», — пробормотал Глебов. Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями. Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, недневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй ночной облик мира. Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим. «Закурить бы», — сказал Глебов мечтательно. «Завтра закуришь». Багрецов улыбался. «Завтра они продадут белье, поменяют на хлеб. Может быть, даже достанут немного табаку». Плотники. Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и вчера. Градусника рабочим не показывали. Да это было и не нужно. Выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника. Если стоит морозный туман, значит на улице 40 градусов ниже нуля. Если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно, значит 45 градусов. Если дыхание шумно и заметно одышка — 50 градусов. Свыше 55 градусов плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели. Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз. Он знал по опыту прошлой зимы, что как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение — контраст. Если даже мороз упадет до 40-45 градусов, два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы. Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало самое большое на один час работы. Потом приходила усталость, мороз пронизывал все тело до костей. Это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши мало восстанавливали силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час. А затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался. И после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать. Он спал, конечно, на верхних нарах. Внизу был ледяной погреб. И те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками. Печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало. За дровами надо было идти за 4 километра после работы. Все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее. Хотя, конечно же, спали в том, в чем работали. В шапках, в телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее. Но и там за ночь волосы примерзали к подушке. Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, 30-летнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары. Трудно спускаться. Сосед его умер вчера. Просто умер. Не проснулся. И никто не интересовался, от чего он умер. Как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром. Суточное довольствие умершего доставалось Дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к Дневальному. Отломи корочку. Но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказана. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного. И это смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел. Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом или умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное, страстное желание, какое-то последнее упрямство. Желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей. Пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла перемерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо. Клетки мозга сохли. Это был явный материальный процесс. И бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению или разрушению были навечно. Так и душа. Она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше. Теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым. Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было немного. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов. А от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел. Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в вознеможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленей шапке. «А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите. А это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, одно мучение». Человек в оленей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру. «Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь», — хрипло сказал он. «Воль ваша, Александр Евгеньевич. Вот, я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия? Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич. Вот, гляди. Эй, ребята, внимание!» Человек в оленей шапке встал перед бригадой. «Управлению нужны плотники, делать короба для воски грунта». Все молчали. «Вот видите, Александр Евгеньевич», — зашептал бригадир. Поташников вдруг услышал свой собственный голос. «Есть, я плотник». И сделал шаг вперед. С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его. Это был Григорьев. «Ну-о-о!» — человек в оленей шапке повернулся к бригадиру. «Ты шляпа и дерьмо! Ребята, пошли за мной!» Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленей шапке. Он приостановился. «Если так будем идти», — прохрепел он. «Мы и к обеду не придем. Вот что, я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую, к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?» «Знаем, знаем», — закричал Григорьев. «Угостите, закурить, пожалуйста». «Знакомая просьба», — сквозь зубы пробормотал человек в оленей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы. Поташников шел впереди и напряженно думал. «Сегодня он будет в тепле столярной мастерской. Точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут просто получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят. И завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть и завтра. И послезавтра он будет плотником. Если Григорьев плотник, он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето. Короткое лето. Он как-нибудь проживет». Поташников остановился, ожидая Григорьева. «Ты можешь это плотничать?» – задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он. «Я, видишь ли, весело сказал Григорьев, аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорища и развести пилу. Тем более, если это надо делать рядом с горячей печкой». «Значит, и ты». «Ничего не значит. На два дня мы их обманем. А потом, какое тебе дело, что будет потом?» «Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду». «Не, за один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки, потом опять отчислять». Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посередине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка. И пять столяров на своих верстаках работали без телогрейка и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлат, не вставая с колен. «Вы зачем?» – недружелюбно спросил их столяр. «Мы плотники, будем работать тут», – сказал Григорьев. «По распоряжению Александра Евгеньевича», – добавил поспешно Поташников. «Это значит о вас, – говорил прораб, – чтобы выдать вам топоры», – сказал «Разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытяжите топорище». Арнштрем улыбнулся. «Дневная норма мне на топорище тридцать штук», – сказал он. Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева. «Теперь ты», – сказал он Поташникову. Поташников поставил полену на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать. «Хватит», – сказал Арнштрем. Столлеры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было. «Возьмите вот два моих топорища», – Арнштрем подал готовые топорище Григорьеву. «И насадите топоры, точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду». Сегодня и завтра они грелись у печки. А послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов. Зима уже кончалась. Одиночный замер. Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг десяток кубиков до послезавтра, внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой. Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его. Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулись в барак. Трудный день был кончен. С головой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кесета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву. «Кури, мне оставишь», — предложил он. Дугаев удивился. Они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается. И Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того, чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку «Три арестантские заповеди» — «Не верь, не бойся и не проси». Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась. «Слабее», — сказал он. Баранов промолчал. Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо. Голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные. Буханки хлеба, дымящиеся жирные супы. Забытье наступало не скоро. Но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза. Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям. «А ты подожди», — сказал бригадир Дугаев. «Тебя смотритель поставит». Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе. Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень. «Иди сюда», — сказал Дугаев усмотритель. «Вот тебе место». Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку. «Кусок кварца». «Досюда», — сказал он. «Троповщик тебе доску, до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка. Вози». Дугаев послушно начал работу. «Еще лучше», — думал он. «Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо». Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев — новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть. Умение красть — это главная северная добродетель во всех ее видах. Начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать 16-часового рабочего дня. Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. После обеденного перерыва пришел Смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел. Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. Вечером Смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев. «Двадцать пять процентов», — сказал он и посмотрел на Дугаева. «Двадцать пять процентов, ты слышишь?» «Слышь», — сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялась лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра «двадцать пять процентов нормы» показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие. Что-то подсказывало ему — надо есть. Но он не хотел есть. «Ну что ж», — сказал Смотритель, уходя, — «желаю здравствовать». Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса. Имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым. А в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу. И повели по лесной тропке к месту, где почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху. И откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний, сегодняшний день. Посылка. Посылки выдавались на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала, по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали. Получить посылку было чудом из чудес. Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках. В белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры. Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски. Это не лед. Это сахар. 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 Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски. И они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза. На три раза. А махорка? Собственная махорка. Материковская махорка. Ярославская белка или Кременчук номер два. Я буду курить. Буду угощать всех, всех, всех. А прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка. Нам ведь давали в пайках табак, снятый по срокам хранения с армейских складов. Авантюра гигантских масштабов. На лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут. Фамилия. Посылка треснула. И из ящика высыпался чернослив. Кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива две-три корсти. Тебе бурки. Летчицкие бурки. С каучуковой подошвой. Как у начальника прииска. Держи, принимай. Я стоял растерян. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам. А праздников-то и не было. Если бы олени пимы, торбасы или обыкновенные валенки. Бурки это чересчур шикарно. Это не подобает. Притом... Слышь ты! Чья-то рука тронула меня за плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива. И начальство. И лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко. Наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо. Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь. Отнимут, вырвут эти. И Бойко ткнул пальцем в белый туман. Да и в бараке украдут первую ночь. Сам ж ты подошлешь, подумал я. Ладно, давай деньги. Видишь, какой я. Бойко отсчитывал деньги. Не обманываю тебя, как другие. Сказал, стой, даю сто. Бойко боялся, что переплатил лишнего. Я сложил грязные бумажки в четверо, восьмеро и упрятал в брючной карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат. Карманы его давно были вырваны на кесеты. Куплю масло. Килограмм масла. И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахар. И сумку достану у кого-нибудь. Торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками. Я вернулся в барак. Все лежали на нарах. Только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку. И тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки. Че ж не растопляешь? Подошел дневальный. Ефремовское дежурство. Бригадир сказал, пусть где хочет, там берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно. Ефремов выскользнул в дверь барака. Где ж твоя посылка? Ошиблись. Я побежал к магазину. Шапаренко, завмак, еще торговал. В магазине никого не было. Шапаренко, мне хлеба и масла. Угробишь ты меня. Ну, возьми сколько надо. Денег у меня, видишь, сколько, сказал Шапаренко. Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро. Сахару я забыл попросить. Масло килограмм. Хлеба килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе в одной бригаде. Но судьба нас развела. Шейнин был в бараке. Давай есть. Масло, хлеб. Голодные глаза Шейнина заблистали. Сейчас я кипятку. Да не надо кипятку. Не, я сейчас. И он исчез. Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым. И когда я вскочил, пришел в себя. Сумки не было. Все оставались на своих местах. И смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне. Во-первых, кому-то плохо. Во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет. Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло 30 лет. И я помню отчетливо полутемный барак. Злобные, радостные лица моих товарищей. Сырое полено на полу. Бледные щеки Шейнина. Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба. Вернулся в барак. Натаял снегу. И стал варить чернослив. Барак уже спал. Стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки, каждый свое. Сенцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую. И чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты. Счастливец, хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ. А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду. Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один помоложе, начальник лагеря Коваленко. Другой постарше, начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках. В моих бурках. Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские. Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, который он принес с собой. Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить! Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом. И пробил кайлом дно каждого котелка. Рябов грел руки о печную трубу. Есть котелки, значит, есть что варить, глубокомысленно изрек начальник прииска. Это, знаете, признак довольства. Ты бы видел, что они варят, сказал Коваленко, растаптывая котелки. Начальники вышли. И мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое. Я ягоды, сенцов размокший бесформенный хлеб, а губарев крошки капустных листьев. Мы все сразу съели. Так было надежнее всего. Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги. Когда-то я этого не мог. Но опыт-опыт. Сон был похож на забытье. Жизнь возвращалась, как сновидение. Снова раскрылись двери. Белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака. Люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности. И рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее. Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе, склонившийся перед белыми тулупами десятников. — Ваш человек! — и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу. — Это Ефремов! — сказал Дневальный. — Будет знать, как воровать чужие дрова! Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли. И он умер в инвалидном городке. Ему отбили нутро. Мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался. Он лежал и тихонько стонал. — Дождь. Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф. И за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел. Хотя и ломы, и кайло заправлялись без всякой задержки. Редкий случай. Кузнецам было нечего оттягивать. Работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки, не переставая. На каменистой почве нельзя узнать, час льет дождь или месяц. Холодный, мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой. Но то были бригады блатарей. Даже для зависти у нас не было силы. Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь. На холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры. Не могу сказать до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее. И каждый вечер Десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под грибом, известным лагерным сооружением. Мы не могли выходить из шурфов. Мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу. Мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах длинной вереницей шурфов, растягиваясь по берегу высохшего ручья. За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты. И гимнастерки, и брюки мы ночью сушили своим телом. И почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни. Того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади. Я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от севера. От непосильной работы, плохой пищи, побоев. И хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям. Они умирали раньше людей. И я понял, самое главное, что человек стал человеком не потому, что он Божье создание. И не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных. А позднее, потому что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому. Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком. Недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из-за этой тяжести, недоброй, я думал создать нечто прекрасное, по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину, это было прекрасное намерение. Явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я навеки инвалид. Эта страстная мечта подлежала расчету. И я точно подготовил место, куда поставлю ногу. Представил, как легонько поверну кайлом, и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я подставил правую ногу под висящий камень. Похвалил себя за спокойствие. Поднял руку и повернул, как рычаг, заложенный за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось. Я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины. Вот и весь результат. Так хорошо подготовленного дела. И я понял, что не гожусь. Ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать. Пока маленькая неудача сменится маленькой удачей. Пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня. Три гладка горячего супа. Если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке. А котелок, трехлитровая консервная банка у меня есть. Закурить, вернее докурить, я попрошу у нашего гнивального Степана. Вот так, перемешивая в мозгу звездные вопросы и мелочи, я ждал. Вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно. Это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит и клетки мозга, получают питание недостаточное. Мозг мой давно уже на голодном пайке. И что это неминуемо скажется сумасшествием. Раним склерозом. Или как-нибудь еще. И мне весело было думать, что я не доживу. Не успею дожить до склероза. Лил дождь. Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее. И она нам показалась красавицей. Первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой. Показала на небо. Куда-то в угол небосвода. И крикнула. Скоро, ребята, скоро! Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел. Но всю жизнь ее вспоминал. Как могла она так понять и так утешить нас? Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет. Она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу. Что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетовские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины. Какой-то бывшей или сущей проститутки. Ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было. Вот о ее мудрости, о ее великом сердце, я и думал. И шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо. Люди в серой рваной одежде. Все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонии. Дьявольской гармонии. И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был нектор Азовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применение. Он звал меня по имени. И я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира, издалека, из-под гриба. — Слушайте, — кричал он, — слушайте, я долго думал и понял, что смысла жизни нет, нет! Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались. Он заболел, — сказал я. В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться. Мы работали с Азовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился к подгруженную вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее, за покушение на самоубийство на него завели дело. Он был судим, и мы расстались. Ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Бояться мести под горячую руку следователю, свидетелям — это мудрое правило. Но в отношении Азовского его можно было и не применять. Кант Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущелье их снег был глубок и крепок, держал человека. А на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны. Из всех северных деревьев я больше всего любил стланик, кедрач. Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством, процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все в запуске, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти не заходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах и руку поднимать не надо. Наливалась желтая крупная водянистая рябина, медовый горный шиповник. Его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы. Все остальные пахли только сыростью, болотом. И это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое, темно-желтое мясо. Я знал веселость лос, меняющих окраску весной много раз. То темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями. Вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо. Но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными. Зимой все исчезало, покрытое рыхлым жестким снегом, что ветры наметали в ущелье и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту. Так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо. Стланник, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно, и о безликой зиме никому не хотелось думать, Стланник вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день-другой, появлялось облачко, а к вечеру задувало метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но Стланник не ложился. Можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет. В конце марта-апреля, когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разряжен и сух, Стланник вокруг поднимался, стряхивал снег со своей зеленой, чуть рожеватой одеждой. Через день-два менялся ветер. Теплые струи воздуха приносили весну. Стланник был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался. Он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое. Разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки. Заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви Стланник и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как Стланник снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна. Бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье. И долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу, и все не станет цвести торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленее, сверкал Стланник. К тому же на нем росли орехи. Мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровики, медведи, белки и бурундуки. Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее. Нарвали сухой травы на прометинах, голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся коловешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки. Спичек здесь не было. Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь. И, положив головни на ветки, заложил костер, сухую траву и мелкие сучьи. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру. Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою с тланика. Заготовка шла вручную. Зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки. И вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт, непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть, кто как сумеет, перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин. И многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед. За этим строго следили. Цинга была повсеместна. И сланник был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает. И хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого препарата, как противоцинготного средства, и от него отказались. А витаминный комбинат закрыли. В наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника. Но его никто не заготавливал, не использовал как противоцинготное средство. В московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. Через несколько лет шиповник стали завозить с материка. Но собственной заготовки, сколько мне известно, там никогда и не было налажено. Представителям витамина С инструкция считала только хвою сланника. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья. Я ослабел, и из золотого забоя был переведен щипать сланик. Походишь на сланик, сказал утром нарядчик. Дам тебе кант на несколько дней. Кант – это широко распространенный лагерный термин. Означает он что-то вроде временного отдыха. Не то, что полный отдых. В таком случае говорят, он припухает. Припух на сегодня. А такую работу, при которой человек не выбивается из сил. Легкую временную работу. Работа на сланике считалась не только легкой, легчайшей работой. И при том, она была бесконвойной. После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелкания винтовочных затворов, лая собакам и тершины смотрителей за спиной, работа на сланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом, удовольствием. А сланик посылали позже обычного развода на работу, еще в темноте. Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая, как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло. И есть только твой товарищ, и ты, и узкая, темная, бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на сланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам. — Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он. — Эй, поживей ворочайся, а то мы не сделаем норму. А идти отсюда снова с забоей я не хочу. Он нарубил сланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучьи поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому. — Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. — Плохо, брат. Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра. А мешок все раздувался и раздувался, и принимал новые охапки с тланика. Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее. — Пора домой, — сказал он вдруг. — А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. И взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. — Там не развязывают, — сказал он, хмурясь. — Теперь будет норма. Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег в рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью. — Волоком волоки, — сказал товарищ, — вниз ведь тащить не вверх. Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось. Сухим пайком Когда мы, все четверо, пришли на ключ дускания, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда — чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой, растаявшим льдом, каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги. Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя. Но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника. На земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки. В ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку. С нами были топоры и пилы. Мы впервые получили свой продуктовый паёк на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечёвки в нескольких местах, так как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов – ячневый и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской смёткой. Наш четвёртый, Федя Щапов, легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кесетом, куда бережно складывались найденные окурки. Десятидневные пайки выглядели пугающе. Не хотелось думать, что всё это должно быть поделено на целых 30 частей, если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на 20 частей, если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня. Его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он, мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище. Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бочков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо, и суп был густой, мы не верили, и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль. Мы голодали давно. Все человеческие чувства, любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность, ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться и дышать, и даже пилить бревна и насыпать лопатой камень и песок в тачке, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба, самое долговечное человеческое чувство. Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи – арестантское наслаждение особого рода. Ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками, и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара. Наши кулинарные знания были ничтожны. Поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась у друг друга. Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем. Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее, хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себелюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и при том пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой, на морозе застегивать штаны. Взрослые мужчины плакали, не умея подчас это делать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великая равнодушие владела нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать ларек, премиальный килограмм хлеба. Просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То Дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером, отдать давнишний долг. Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, «Удача и неудача». И не надо бояться, что неудач больше, чем удача. Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь, родные сёстры, что на свете тысячи правд. Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи. Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их. Мы поняли, это было самое главное, что это наше знание людей ничего не даёт нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека, ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу. Я не буду доносить на такого же заключённого, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность оставаться в живых, ибо худшее в лагере это навязывание своей или чьей-то чужой воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов подлец, а Петров шпион, а Заславский лжесвидетель. Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому. Мы поняли также удивительную вещь. В глазах государства и его представителей человек физически сильный, лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи 20 кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет процент. В этом исполняет свой главный долг перед государством и обществом. И потому всеми уважается. С ним советуются и считаются. Приглашают на совещания и собрания по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав. Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. При том он моральная сила до тех пор пока он сила физическая. Афоризм Павла Первого в России знатен тот с кем я говорю и пока с ним говорю нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера. Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять почему его теперь когда он ослабел все бьют походя не больно но бьют невальный парикмахер нарядчик староста бригадир конвоир кроме должностных лиц его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив что выбрался на эту лесную командировку. Федя Щапов алтайский подросток стал доходя га раньше других потому что его полудетский организм еще не окреп поэтому Федя держался недели на две меньше чем остальные скорее ослабел он был единственным сыном вдовы и судили его за незаконный убой скота единственной овцы которую заколол Федя убои эти были запрещены законом Федя получил 10 лет приисковая торопливая вовсе не похожая на деревенскую работа была ему тяжела Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске но было в его натуре такое что мешало ему сблизиться с ворами это здоровое крестьянское начало природная любовь а не отвращение к труду помогало ему немножко он самый молодой среди нас прилепился сразу к самому пожилому к самому положительному Ивану Ивановичу Савельев был студент Московского института связи мой земляк по бутырской тюрьме из камеры он потрясенный всем виденным написал письмо вождю партии как верный комсомолец уверенный что до вождя не доходят такие сведения его собственное дело было настолько пустячным переписка с собственной невестой где свидетельством агитации пункт 10 58 статьи были письма жениха и невесты друг другу его организация пункт 11 той же статьи состояла из двух лиц все это самым серьезным образом записывалось в бланке допроса все же думали что кроме ссылки даже по тогдашним масштабам Савельев ничего не получит вскоре после отсылки письма в один из заявительных тюремных дней Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении верховный прокурор сообщал что лично будет заниматься рассмотрением его дела после этого Савельева вызвали только один раз вручить ему приговор особого совещания 10 лет лагерей в лагерь Савельев доплыл очень быстро ему и до сих пор непонятно была эта зловещая расправа мы с ним не то что дружили а просто любили вспоминать Москву ее улицы памятники Москва реку подернутую тонким слоем нефти отливающим перелам утром ни Ленинград ни Киев ни Одесса не имеют таких поклонников ценителей и любителей мы готовы были говорить о Москве без конца мы поставили принесенную нами железную печку в избу и хоть было лето затопили ее теплый сухой воздух был необычайного чудесного аромата каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья пота еще хорошо что слезы не имеют запаха по совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю каждую рубаху и кальсоны порознь оставив маленький кончик наружу это было народное средство против вшей а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны действительно на утро вши собрались на кончиках рубах земля покрытая вечной мерзлотой все же оттаивала здесь летом настолько что можно было закопать белье конечно это была земля здешняя в которой было больше камня чем земли но и на этой каменистой оледенелой почве вырастали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата такова была сила жизни деревьев великий назидательный пример который показывала нам природа вшей мы сожгли поднося рубаху горящей головне из костра увы этот остроумный способ не уничтожил гнид и в этот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках на этот раз дезинфекция была надежней чудесные свойства земли мы узнали позднее когда ловили мышей ворон чаек белок мясо любых животных теряет свой специфический запах если его предварительно закапывать в землю мы позаботились о том чтобы поддерживать неугасимый огонь ведь у нас было только несколько спичек хранившихся у Ивана Ивановича он замотал драгоценные спички в кусочек резента и в тряпки самым тщательным образом каждый вечер мы складывали вместе две головни и они тлели до утра не потухая и не сгорая если бы головней было три они сгорели бы этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи а Иван Иванович и Федя знали с детства из дома утром мы раздували головни вспыхивал желтый огонь и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще я разделил крупу на 10 частей но это оказалось слишком страшно операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была вероятно легче и проще чем арестанту разделить на 30 порций свой десятидневный паек пайки и карточки были всегда декадные на материке давно уже играли отбой по части всяких пятидневок декадок непрерывок но здесь десятичная система держалась гораздо тверже никто здесь не считал воскресенье праздником дни отдыха для заключенных введенные много позже нашего житья на лесной командировке были три раза в месяц по произволу местного начальства которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных я смешал крупу снова не выдержав этой новой муки я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию сдал свои продукты в общий котел Савельев последовал моему примеру сообща мы все четверо приняли мудрое решение варить два раза в день на три раза продуктов решительно не хватало мы будем собирать ягоды и грибы сказал Иван Иванович ловить мышей и птиц и день два в декаде жить на одном хлебе но если мы будем голодать день два перед получением продуктов сказал Савельев как удержаться чтобы не съесть лишнего когда привезут приварок решили есть два раза в день во что бы то ни стало и в крайнем случае разводить пожиже ведь тут у нас никто не украдет мы получили все полностью по норме тут у нас нет пьяниц поваров вороватых кладовщиков нет жадных надзирателей воров вырывающих лучшие продукты всего бесконечного начальства объедающего обирающего заключенных без всякого контроля без всякого страха без всякой совести мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира сахарный песок меньше чем я намывал лотком золотого песка хлеб липкий вязкий хлеб над выпечкой которого трудились великие неподражаемые мастера привеса кормившие и начальство пекарен крупа двадцати наименований вовсе неизвестных нам в течение всей нашей жизни магар пшеничная сечка все это было чересчур загадочно и страшно рыба заменившая по таинственным табличкам замены мяса ржавая селедка обещавшая возместить усиленный расход наших белков увы даже полученные полностью нормы не могли питать насыщать нас нам было надо втрое в четверо больше организм каждого голодал давно мы не понимали тогда этой простой вещи мы верили нормам и известное поварское наблюдение что легче варить на 20 человек чем на четверых не было нам известно мы понимали только одно совершенно ясно что продуктов нам не хватит это нас не столько пугало сколько удивляло надо было начинать работать надо было пробивать бурелом просекой деревья на севере умирают лежа как люди огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы вцепившейся в камень от этих гигантских когтей вниз к вечной мерзлоте тянулись тысячи мелких щупалец беловатых отростков покрытых коричневой теплой корой каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала и в каждый вершок оттаившей земли немедленно вонзалась и укреплялась там тончайшими волосками щупальца корень лиственницы достигали зрелости в триста лет медленно поднимая свое тяжелое мощное тело на своих слабых распластанных вдоль по каменистой земле корнях сильная буря легко валила слабые на ногах деревья лиственницы падали навзнич головами в одну сторону и умирали лежа на мягком толстом слое мха ярко-зеленым и ярко-розовым только крученые верченые низкорослые деревья измученные поворотами за солнцем за теплом держались крепко в одиночку далеко друг от друга они так долго вели напряженную борьбу за жизнь что их истерзанная измятая древесина никуда не годилась короткий суковатый ствол обвитый страшными наростами как лубками каких-то переломов не годился для строительства даже на севере нетребовательным к материалу для возведения зданий эти крученые деревья и на дрова не годились своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего так они мстили всему миру за свою изломанную севером жизнь нашей задачей была просека и мы смело приступили к работе мы пилили от солнца до солнца валили раскоряживали и сносили в штабеля мы забыли обо всем мы хотели здесь остаться подольше мы боялись золотых забоев но штабеля росли слишком медленно и к концу второго напряженного дня выяснилось что сделали мы мало больше сделать не в силах Иван Иванович сделал метровую мерку отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице вечером пришел десятник смерил нашу работу своим пассажком с зарубками и покачал головой мы сделали десять процентов норма Иван Иванович что-то доказывал замерял но десятник был непреклонен он бормотал про какие-то фесметры про дрова в плотном теле все это было выше нашего понимания ясно было одно мы будем возвращены в лагерную зону опять войдем в ворота с обязательной официальной казенной надписью труд есть дело чести дело славы дело доблести и геройства говорят что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше каждому свое подражая Гитлеру Берия превзошел его в циничности лагерь был местом где учили ненавидеть физический труд ненавидеть труд вообще самой привилегированной группой лагерного населения были блатари не для них ли труд был геройством и доблестью но мы не боялись более того признание десятникам безнадежности нашей работы никчемности наших физических качеств принесло нам незабываемое облегчение вовсе не огорчая не пугая мы плыли по течению и мы доплывали как говорят на лагерном языке нас ничто уже не волновало нам жить было легко во власти чужой воли мы не заботились даже о том чтобы сохранить жизнь и если и спали то тоже подчиняясь приказу распорядку лагерного дня душевное спокойствие достигнутое притупленностью наших чувств напоминало о высшей свободе казармы о которой мечтал Лоуренс или о толстовском непротивлении злу чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия мы давно стали фаталистами мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день вперед логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой но мы и этого не сделали всякое вмешательство в судьбу в волю богов было неприличным противоречило кодексам лагерного поведения десятник ушел а мы остались рубить просеку ставить новые штабеля но уже с большим спокойствием с большим безразличием теперь мы уже не ссорились кому становиться под комель бревна а кому под вершину при переноске их в штабеля трелевки как это называлось по лесному мы больше отдыхали больше обращали внимание на солнце на лес на бледно-синее высокое небо мы филонили утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу чудом выстоявшую бурю и пожар мы бросили пилу прямо на траву пила зазвенела о камне и сели на ствол поваленного дерева вот сказал Савельев помечтаем мы выживем уедем на материк быстро состаримся и будем больными стариками то сердце будет колоть то арифматические боли не дадут покоя то грудь заболит все что мы сейчас делаем как мы живем в молодые годы бессонные ночи голод тяжелая многочасовая работа золотые забои в ледяной воде холод зимой побои конвоиров все это не пройдет бесследно для нас если даже мы и останемся живы мы будем болеть не зная причины болезни стонать ходить по амбулатории непосильная работа нанесла нам непоправимые раны и вся наша жизнь в старости будет будет жизнью боли бесконечной и разнообразной физической и душевной боли но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни когда нам будет дышаться легче когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас таких дней будет немного их будет столько сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере а честный труд сказал я честному труду в лагере призывают подлецы и те которые нас бьют калечат съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты до самой смерти это выгодно им этот честный труд они верят в его возможности еще меньше чем мы вечером мы сидели вокруг нашей милой печки и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева отказался от работы составили акт одет по сезону а что значит одет по сезону спросил Федя ну чтобы не перечислять все зимние или летние вещи что на тебе надеты нельзя ведь писать в зимнем акте что послали на работу без бушлата или без рукавиц сколько раз ты оставался дома когда рукавиц не было у нас не оставляли робко сказал Федя начальник дорогу топтать заставлял а то бы это называлось остаться по раздетости вот-вот ну расскажи про метро и Савельев рассказывал Федя о московском метро нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева он знал такие вещи о которых я москвич и не догадывался о Магометан Федя говорил Савельев радуясь что мозг его еще подвижен на молитву скликает муэдзин с минарета Магомет выбрал голос призывом сигналом к молитве все перепробовал Магомет трубу игру на тамбурине сигнальный огонь все было отвергнуто Магометом через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось что ни свисток ни гудок ни сирена не улавливаются человеческим ухом ухом машиниста метро с той безусловностью и точностью как улавливается живой голос дежурного отправителя кричащего готово Федя восторженно ахал он был более нас всех приспособлен для лесной жизни более опытен несмотря на свою юность чем любой из нас Федя мог плотничать мог срубить немудрющую избушку в тайге знал как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки Федя был охотник в его краях к оружию привыкали с детских лет холод и голод свели все Федяны достоинства на нет земля пренебрегла его знаниями его умения Федя не завидовал горожанам он просто преклонялся перед ними и рассказы о достижениях техники о городских чудесах он готов был слушать без конца несмотря на голод дружба не зарождается ни в нужде ни в беде те трудные условия жизни которые как говорят нам сказки художественной литературы являются обязательным условием возникновения дружбы просто недостаточно трудны если беда и нужда сплотили родили дружбу людей значит эта нужда не крайняя и беда небольшая горе недостаточно остро и глубоко если можно разделить его с друзьями настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость определяются пределы своих возможностей физической выносливости и моральной силы мы все понимали что выжить можно только случайно и странное дело когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах ну с голоду не умрем я был уверен всем телом уверен в этой фразе и я в 30 лет оказался в положении человека умирающего с голоду по-настоящему дерущегося из-за куска хлеба буквально и все это задолго до войны когда мы вчетвером собрались на ключе дускания мы знали все что не для дружбы собрались мы сюда мы знали что выжив мы неохотно будем встречаться друг с другом нам будет неприятно вспоминать плохое сводящий с ума голод выпаривание вшей в обеденных наших котелках безудержное вранье у костра вранье мечтания гастрономические басни ссоры друг с другом и одинаковые наши сны ибо мы все видели во сне одно и то же пролетающие мимо нас как болиды или как ангелы буханки ржаного хлеба человек счастлив своим умением забывать память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее хорошего не было на ключе дускания не было его впереди не позади путей каждого из нас мы были отравлены севером навсегда и мы это понимали трое из нас перестали сопротивляться судьбе и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием как и раньше Савельев пробовал урезонить Ивана Иванович во время одного из перекуров перекуры это самый обыкновенный отдых отдых для некурящих ибо махорки у нас ни один год не было а перекуры были в тайге любители курения собирали и сушили листы черной смородины и были целые дискуссии по-арестански страстные на тему брусничный или смородинный лист вкуснее ни тот ни другой никуда не годился по мнению знатоков ибо организм требовал никотинного яда а не дыма и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя но для перекуров отдыхов смородинный лист годился ибо в лагере слово отдых во время работы слишком одиозно и идет в разрез с теми основными правилами производственной морали которые воспитываются на дальнем севере отдыхать через каждый час это вызов это и преступление но ежечасная перекурка в порядке вещей так и здесь как во всем на севере явления не совпадали с правилами сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем послушай Иван сказал Савельев я расскажу тебе одну историю в Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках откатка дальняя норма 25 кубометров меньше полнормы сделаешь штрафной паек 300 граммов и баланда один раз в день а тот кто сделает норму получает килограмм хлеба кроме приварка да еще и в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба работали попарно а нормы немыслимые так мы словчили так сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя выкатываем норму получаем 2 килограмма хлеба до 300 граммов штрафных моих каждому достается кило 150 завтра работаем на меня потом снова на тебя целый месяц так катали чем не жизнь главная десятник был душа он конечно знал ему было даже выгодно люди не очень слабели выработка не уменьшалась потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку и кончилось наше счастье что ж хочешь здесь попробовать сказал Иван Иванович я не хочу а просто мы тебе поможем а вы ан милый все равно ну и мне все равно пусть приходит соцкий соцкий то есть десятник пришел через несколько дней худшие опасения наши сбылись ну отдохнули пора и честь знать дать место другим работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды как ОП и ОК важно пошутил десятник да сказал Савельев сначала ОП потом ОК на на купирку и пока посмеялись для приличия когда обратно то завтра и пойдем Иван Иванович успокоился он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева без всякой веревки таких самоубийств мне еще не приходилось видеть нашел его Савельев увидел стропы и закричал подбежавший десятник не вилял снимать тело до прихода оперативки и заторопил нас Федя Щапов и я собирались в великом смущении у Ивана Ивановича были хорошие еще целые портянки мешочки полотенца запасная бязевая нижняя рубашка из которой Иван Иванович уже выварил в шеи чиненные ватные бурки на нарах лежала его телогрейка после краткого совещания мы взяли все эти вещи себе Савельев не участвовал в дележке одежды мертвеца он все ходил около тела Ивана Ивановича мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес притягивает как магнит этого не бывает на войне и не бывает в лагере обыденность смертей притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула осветила потревожила какие-то темные уголки души толкнула его на какие-то решения он вошел в избушку взял из угла топор и перешагнул порог десятник сидевший на завалинке вскочил и заорал непонятное что-то мы с Федей выскочили во двор Савельев подошел к толстому короткому бревну лиственнице на котором мы всегда пилили дрова бревно было изрезано кора сколота он положил левую руку на бревно растопырил пальцы и взмахнул топором десятник закричал визгливо и пронзительно Федя бросился к Савельеву четыре пальца отлетели в опилке их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы алая кровь била из пальцев Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича затянули жгут на руке Савельева завязали рану десятник увел всех нас в лагерь Савельева в амбулаторию для перевязки в следственный отдел для начала дела о членовредительстве Федя и я вернулись в ту самую палатку откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья места наши на верхних нарах были уже заняты другими но мы не заботились об этом сейчас лето и на нижних нарах было пожалуй даже лучше чем на верхних а пока придет зима будет много много перемен я заснул быстро а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального там примастился Федя с кистком бумаги в руке через его плечо я прочел написанное мама писал Федя мама я живу хорошо мама я одет по сезон инжектор начальнику прииска товарищу А.С. Королеву от начальника участка золотой ключ Кудинова ЛВ согласно вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя четвертой бригады ЗК имевшего место 12 ноября сего года на участке золотой ключ вверенного вам прииска доношу температура воздуха утром была свыше 50 градусов наш градусник сломан дежурным надзирателем о чем я докладывал вам однако определить температуру было можно потому что плевок замерзал на лету бригада была выведена своевременно но к работе приступить не могла из-за того что у бойлера которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт вовсе отказался работать инжектор о плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера но мер никаких не принимается и инжектор вовсе разболтался заменять его в данное время главный инженер не хочет плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта и бригаду пришлось держать несколько часов без работы греться у нас негде а костров раскладывать не разрешают отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой я уже всюду куда только можно писал что с таким инжектором я работать больше не могу он уже пять дней работает безобразно а ведь от него зависит выполнение плана всего участка мы не можем с ним справиться а главный инженер не обращает внимания а только требует кубики к всему начальник участка золотой ключ горный инженер эл кудинов наискость рапорта четким почерком выписано первое за отказ от работы в течение пяти дней вызвавший срыв производства и простое на участке за к инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу водворив его в роту усиленного режима дело передать в следственные органы для привлечения за к инжектора к законной ответственности второе главному инженеру гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве предлагаю заменить за к инжектора вольно наемным начальник прииска александр королев апостол апостол павел когда я выехнул ступню сорвавшись в шурфе со скользкой лестницей из жердей начальству стало ясно что я прохромаю долго и так как без дела сидеть было нельзя меня перевели помощником к нашему столеру адаму фризоргеру чему мы оба и фризоргер и я были очень рады в своей первой жизни фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ маркштадта на волге мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда в угольную разведку фризоргер как и я уже побывал в тайге побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку нас отправили в угольную разведку как инвалидов как обслугу рабочий кадр разведки были укомплектованы только вольно наемными правда это были вчерашние заключенные только что отбывшие свой термин или срок и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом вольняшки во время нашего переезда у 40 человек этих вольно наемных едва нашлось 2 рубля когда понадобилось купить махорку но все же это был уже не наш брат все понимали что пройдет 2-3 месяца и они приоденутся могут выпить паспорт получат может быть даже через год уедут домой тем ярче были эти надежды что парамонов начальник разведки обещал им огромные заработки и полярные пайки в цилиндрах домой поедете постоянно твердил им начальник с нами же арестантами разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось впрочем он и не грубил нам заключенных ему в разведку не давали и пять человек в обслугу это было все что парамонову удалось выпросить у начальства когда нас еще не знавших друг друга вызвали из бараков по списку и доставили перед его светлые проницательные очи он остался весьма доволен опросом один из нас был печник седоусый остряк ярославец изгибен не потерявший природной бойкости и в лагере мастерство ему давало кое-какую помощь и он не был так истощен как остальные вторым был одноглазый гигант из каменец подольска паровозный кочегар как он отрекомендовался парамонову слесарить знаешь можешь маленько сказал парамонов могу могу охотно подтвердил кочегар он давно сообразил всю выгодность работы в вольно наемной разведке третьим был агроном Рязанов такая профессия привела в восторг парамонов на рваное тряпье в которое был одет агроном не было обращено конечно никакого внимания в лагере не встречают людей по одежке а парамонов достаточно знал лагерь четвертым был я я не был ни печняком ни слесарем ни агронома но мой высокий рост по-видимому успокоил парамонов да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека он кивнул головой но наш пятый повел себя очень странно он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками не слыша голоса парамонова но и это начальнику не было вновь парамонов повернулся к нарядчику стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей так называемых личных дел это столер сказал нарядчик угадывая вопрос парамонова прием был закончен и нас увезли в разведку фризоргер после рассказывал мне что когда его вызвали он думал что его вызывают на расстрел так его запугал следователь еще на прииске мы жили с ним целый год в одном бараке и не было случая чтобы мы поругались друг с другом это редкость среди арестантов и в лагере и в тюрьме ссоры возникают по пустякам мгновенно ругань достигает такого градуса что кажется следующей ступенью может быть только нож или в лучшем случае какая-нибудь кочерга но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани жар быстро спадал и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться то это делалось больше для порядка для сохранения лица но с фризоргером я не ссорился ни разу я думаю что в этом была заслуга фризоргера ибо не было человека мирнее его он никого не оскорблял говорил мало голос у него был старческий дребезжащий но какой-то искусственно подчеркнуто дребезжащий таким голосом говорят в театре молодые актеры играющие стариков в лагере многие стараются и не безуспешно показать себя старше и физически слабее чем на самом деле все это делается не всегда сознательным расчетом а как-то инстинктивно ирония жизни здесь в том что большая половина людей прибавляющих себе лета и убавляющих силы дошли до состояния еще более тяжелого чем они хотят показать но ничего притворного не было в голосе фризоргера каждое утро и вечер он неслышно молился отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол а если и принимал участие в общих разговорах то только на религиозные темы то есть очень редко ибо арестанты не любят религиозных тем старый похавник милейший изгибин пробовал было подсмеиваться над фризоргером но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой что изгибинский заряд шел в холостую фризоргера любила вся разведка и даже сам парамонов которому фризоргер сделал замечательный письменный стол проработав над ним кажется полгода наши койки стояли рядом мы часто разговаривали и иногда фризоргер удивлялся по детски взмахивая небольшими ручками встретив у меня знания каких-либо популярных евангельских историй материал который он по простоте душевный считал достоянием только узкого круга религиозников он хихикал и очень был доволен когда я обнаруживал подобные познания и воодушевившись принимался рассказывать мне то евангельское что я помнил не твердо или чего я не знал вовсе очень ему нравились эти беседы но однажды перечисляя имена двенадцати апостолов фризоргер ошибся он назвал имя апостола Павла я который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии ее основным теоретическим вождем знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить фризоргера нет нет сказал фризоргер смеясь вы не знаете вот и он стал загибать пальцы Питер Павль Маркус я рассказывал ему все что знал об апостоле Павле он слушал меня внимательно и молчал было уже поздно пора было спать ночью я проснулся и в мерцающем дымном свете коптилки увидел что глаза фризоргера открыты и услышал шепот господи помоги мне Питер Павль Маркус он не спал до утра утром он ушел на работу рано а вечером пришел поздно когда я уже заснул меня разбудил тихий старческий плач фризоргер стоял на коленях и молился что с вами спросил я дождавшись конца молитвы фризоргер нашел мою руку и пожал ее правы сказал он Павль не был в числе двенадцати апостолов я забыл про Варфоломея я молчал вы удивляетесь моим слезам сказал он это слеза стыда я не мог не должен был забывать такие вещи это грех большой грех мне Адаму фризоргеру указывают на мою непростительную ошибку чужой человек нет нет вы ни в чем не виноваты это я сам это мой грех но это хорошо что вы поправили меня все будет хорошо я едва успокоил его и с той поры это было незадолго до вывиха ступни мы стали еще большими друзьями однажды когда в столярной мастерской никого не было фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну вот сказал он протягивая мне крошечную обломанную фотографию моменталку это была фотография молодой женщины с каким-то случайным как на всех снимках моменталок выражением лица пожелтевшая потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой это моя дочь сказал фризоргер торжественно единственная дочь жена моя давно умерла дочь не пишет мне правда адреса не знает наверное я писал ей много и теперь пишу только ей я никому не показываю эту фотографию это из дома везу шесть лет назад я ее взял с комода в дверь мастерской бесшумно вошел парамонов дочь что ли сказал он быстро оглядев фотографию дочь гражданин начальник сказал фризоргер улыбаясь пишет нет че ж она старика забыла напиши мне заявление о розыке я отошлю как твоя нога хромаю гражданин начальник хромай хромай парамонов вышел с этого времени уже не таясь от меня фризоргер окончив вечернюю молитву и улегшись на койку доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек так мы мирно жили около полугода когда однажды привезли почту парамонов был в отъезде и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов который оказался вовсе не агрономом а каким-то эсперантистом что впрочем не мешало ему ловко снимать шкуры спавших лошадей гнуть толстые железные трубы наполняя их песком и раскаляя на костре и вести всю канцелярию начальника смотри-ка сказал он мне какое заявление на имя фризоргера прислали в пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного фризоргера статья срок с заявлением его дочери копия которого прилагалась в заявлении она коротко и ясно писала что убедившись в том что отец является врагом народа она отказывается от него и просит считать родство небывшим Рязанов повертел в руках бумажку экая пакость сказал он для чего ей это нужно в партию что ли вступает я думал о другом для чего пересылать отцу арестанту такие заявления есть ли это вид своеобразного садизма вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного или просто желание выполнить все по закону или еще что слушай Ванюшка сказал я Рязанову ты регистрировал почту где же только сейчас пришла отдай мне этот пакет я рассказал Рязанову в чем дело а письмо сказал он неуверенно она ведь напишет наверное ему письмо ты тоже задержишь ну бери я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки через месяц пришло и письмо такое же короткое как и заявление и мы его сожгли в той же самой печке вскоре меня куда-то увезли а фризоргер остался и как он жил дальше я не знаю я часто вспоминал его пока были силы вспоминать слышал его дрожащий взволнованный шепот Питер Пауль Маркус Ягоды Фадеев сказал подожди-ка я с ним поговорю подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы я лежал в снегу обняв бревно которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей спускающихся с горы у каждого на плече было бревно палка дров у кого побольше у кого поменьше все торопились домой и конвоиры и заключенные всем хотелось есть спать очень надоел бесконечный зимний день а я лежал в снегу Фадеев всегда говорил с заключенными на вы слушайте старик сказал он быть не может чтобы такой лоб как вы не мог нести такого полена палочки можно сказать вы явный симулянт вы фашист в час когда наша родина сражается с врагом вы суете ей палки в колеса я не фашист сказал я я больной и голодный человек это ты фашист ты читаешь в газетах как фашисты убивают стариков подумай о том как ты будешь рассказывать своей невесте что ты делал на колыме мне было все равно я не выносил развощеких здоровых сытых хорошо одетых я не боялся я согнулся защищая живот но и это было прародительским инстинктивным движением я вовсе не боялся ударов в живот Фадеев ударил меня сапогом в спину мне стало внезапно тепло а совсем не больно если я умру тем лучше послушайте сказал Фадеев когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог не с первым с вами работаю и повидал вашего брата подошел другой конвоир серо шапка ну-ка покажись я тебя запомню так какой ты злой да некрасивый завтра я тебя пристрелю собственноручно понял понял сказал я поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну я поволок бревно волоком под улюлюканье крик ругань товарищей они замерзли пока меня били на следующее утро серо шапка вывел нас на работу вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все что можно сжечь зимой в железных печках лес валили зимой пеньки были высокие мы вырывали их из земли вагами рычагами пилили и складывали в штабеля на редких уцелевших деревьев вокруг места нашей работы серо шапка развесил вешки связанные с желтой и серой сухой травы очертив этими вешками запретную зону наш бригадир развел на пригорке костер для серо шапки костер на работе полагался только конвоя натаскал дров в запас выпавший снег давно разнесло ветрами стылая заиндивевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки на кочках леденел невысокий горный шиповник темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного еще вкуснее шиповника была брусника тронутая морозом перезревшая сизая на коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики ярко-синего цвета сморщенные как пустой кожаный кошелек но хранившие в себе темный иссиний черный сок неизреченного вкуса ягоды в эту пору тронутые морозом вовсе не похожи на ягоды зрелости ягоды сочной поры вкус их и гораздо тоньше рыбаков мой товарищ набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты когда серошапка смотрел в другую сторону если рыбаков наберет полную банку ему повар отряда охраны даст хлеба предприятие рыбакова сразу становилось важным делом у меня не было таких заказчиков и я ел ягоды сам бережно и жадно прижимая языком к небу каждую ягоду сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду я не думал о помощи рыбакова в сборе да и он не захотел бы такой помощи хлебом пришлось бы делиться баночка рыбакова наполнялась слишком медленно ягоды становились все реже и реже и незаметно для себя работая и собирая ягоды мы продвинулись к границам зоны вешки повисли над нашей головой смотри-ка сказал я рыбакову вернемся а впереди были кочки с ягодами шиповника и голубики и брусники мы видели эти кочки давно дерево на котором висела вешка надо было стоять на два метра подальше рыбаков показал на банку еще не полную и на спускающиеся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам сухо щелкнул выстрел и рыбаков упал между кочек лицом вниз серошапка размахивая винтовкой кричал оставьте на месте не подходите серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз мы знали что значит этот второй выстрел знал это и серошапка выстрелов должно быть два первый бывает предупредительный рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький небо горы река были огромны и бог весь сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками баночка рыбакова откатилась далеко я успел подобрать ее и спрятать в карман может быть мне дадут хлеб за эти ягоды я ведь знал для кого их собирает рыбаков серошапка спокойно построил наш небольшой отряд пересчитал скомандовал и повел нас домой концом винтовки он задел мое плечо и я повернулся тебя хотел сказал серошапка да ведь не сунулся сволочь сука тамара суку тамару привел из тайги наш кузнец моисей моисеевич кузнецов судя по фамилии профессия у него была родовой моисей моисеевич был урожденцем минска был кузнецов сиротой как впрочем можно было судить по его имени отчеству у евреев сына называют именем отца только и обязательно если отец умирает до рождения сына работе он учился с мальчиков у дяди такого же кузнеца каким был отец моисея жена кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов была много моложе сорокалетнего мужа и в тридцать седьмом году по совету своей душевной подруги пуфетчицы написала на мужа донос это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты муж моисей моисеевич немедленно исчез кузнец он был заводской не простой коваль а мастер даже немножко поэт работник той породы кузнецов что могли отковать розу инструмент которым он работал был изготовлен им собственноручно инструмент этот щипцы долото молотки кувалды имел несомненное изящество что обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела тут дело было вовсе не в симметрии а симметрии а кое в чем более глубоком более внутренним каждая подкова каждый гвоздь откованный моисеем моисеевичем были изящны и на всякой вещи выходившей из его рук была та печать мастера над всякой вещью он оставлял работу с сожалением ему все казалось что нужно ударить еще раз сделать еще лучше еще удобней начальство его очень ценило хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика моисей моисеевич шутил иногда шутки с начальством и эти шутки ему прощались за хорошую работу так он заверил начальство что буры лучше закаливаются в масле чем в воде и начальник выписывал в кузницу сливочное масло в ничтожном конечно количестве малое количество этого масла кузнецов бросал в воду и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск которого никогда не бывало при обычном закаливании остальное масло кузнецов и его молотобоица съедали начальнику в скорости донесли о комбинациях кузнеца но никаких репрессий не последовало позднее кузнецов настойчиво уверяя в высоком качестве масляного закаливания выпросил у начальника обрезки масляных брусов тронутых плесенью на складе эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое чуть-чуть горьковатое масло человек он был хороший тихий и всем желал добра начальник наш знал все тонкости жизни он как ликурк позаботился о том чтобы в его таежном государстве было два фельдшера два кузнеца два десятника два повара два бухгалтера один фельдшер лечил а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой не совершит ли тот чего-либо противозаконного если фельдшер злоупотреблял наркотикой всякими кодеинчиком и кофеинчиком он разоблачался подвергался наказанию и отправлялся на общие работы а его коллега составив и подписав приемочный акт водворялся в медицинской палатке по мысли начальника резервные кадры специалистов не только обеспечивали замену в нужный момент но и способствовали дисциплине которая конечно сразу упала бы если бы хоть один специалист чувствовал себя незаменимым но бухгалтеры фельдшера десятники менялись местами довольно бездумно и уж во всяком случае не отказывались от стопки спирту хотя бы ее подносил провокатор кузнецу подобранному начальником в качестве противовеса Моисею Моисеевичу так и не пришлось держать молота в руках Моисей Моисеевич был безупречен неуязвим да и квалификация его была высока он то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида суку с полоской вытертой шерсти на белой груди это была ездовая собака ни поселков ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было собака возникла на таежной тропе перед кузнецовым перепуганным до крайности Моисей Моисеевич подумал что это волк и побежал назад хлюпая сапогами по тропинке за кузнецовым шли другие но волк лег на брюхо и пополз виляя хвостом к людям его погладили похлопали по тощим бокам и накормили собака осталась у нас скоро стало ясно почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге ей было время щениться в первый же вечер она начала рыть яму под палаткой торопливо едва отвлекаясь на приветствие каждому из 50 хотелось ее погладить приласкать собственную свою тоску по ласке рассказать передать животному сам прораб Касаев 30-летний геолог справивший недавно десятилетие своей работы на дальнем севере вышел продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре и осмотрел нового нашего жителя пусть он называется боец сказал прораб это сука Валентин Иванович радостно сказал Славка Ганушкин повар сука ах да тогда пусть называется Тамарой и прораб удалился собака улыбнулась ему вслед повиляла хвостом она быстро установила хорошее отношение со всеми нужными людьми Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке понимала важность дружбы с поваром на ночь занимала место рядом с ночным сторожем скоро выяснилось что Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне ни в палатке есть там люди или нет эта твердость нравственная особенно умиляла видавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо хлеб с маслом собака обнюхивала съестные припасы выбирала и уносила всегда одно и то же кусок соленой киты самое родное самое вкусное наверняка безопасное сука вскоре ощенилась шесть маленьких щенят стало в темной яме щенятам сделали конуру перетащили их туда Тамара долго волновалась унижалась виляла хвостом но по-видимому все было в порядке щенки были целы в это время поисковой партии пришлось продвинуться еще километра на три в горы от базы где были склады кухня начальство место жилья было километрах в семи конура со щенятами была взята на новое место и Тамара дважды и трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость которую ей давал повар щенят бы накормили и так но Тамара никогда не была в этом уверена случилось так что в наш поселок прибыл лыжный отряд оперативки рыскавший в тайге в поисках беглецов побег зимой крайне редкое дело но были сведения что с соседнего прииска бежали пять арестантов и тайгу прочесывали на поселке лыжному отряду отвели не палатку вроде той в которой мы жили а единственное в поселке рубленное здание баню миссия лыжников была слишком серьезна чтобы вызвать чьи-либо протесты как объяснил нам прораб Касаев жители отнеслись к незваным гостям с привычным безразличием покорностью только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок шерсть на Тамаре стояла дымом и бесстрашная злоба была в ее глазах собаку с трудом отогнали удержали начальник опергруппы Назаров о котором мы кое-что слышали и раньше схватился было за автомат чтобы пристрелить собаку но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню по совету плотника Семена Парменова на Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву не век же оперативники будут у нас жить лаять Тамару не умела как всякая якутская собака она рычала старые клыки пытались перегрызть веревку это была совсем не та мирная якутская сука которая прожила с нами зиму ненависть ее была необыкновенна и за этой ненавистью вставало ее прошлое не в первый раз собака встречалась с конвоирами это было видно каждому какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка Назаров мог бы вероятно кое-что рассказать если помнил не только людей но и животных дней через пять ушли три лыжника а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро всю ночь они пили опохмелились на рассвете и пошли Тамара зарычала и Назаров вернулся снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор Тамара дернулась и замолчала но на выстрел уже бежали из палаток люди хватает топоры ломы прораб бросился на перерез рабочим и Назаров скрылся в лесу Иногда исполняются желания а может быть ненависть всех пятидесяти человек к этому начальнику была так страстна и велика что стала реальной силой и догнала Назарова Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником они пошли не руслом вымершей до дна реки лучшей зимней дороги к большому шоссе в двадцати километрах от нашего поселка а горами через перевал Назаров боялся погони при том путь горами был ближе а лыжник он был превосходный уже стемнело когда поднялись они на перевал только на вершинах гор был еще день а провалы ущелья были темными Назаров стал спускаться с горы наискось лес стал гуще Назаров понял что ему надо остановиться но лыжи увлекали его вниз и он налетел на длинный обточенный временем пень упавшей лиственницы укрытый под снегом пень пропорол Назарову брюхо и спину разорвав шинель второй боец был далеко внизу на лыжах он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу нашли Назарова через два дня он висел на этом пне закоченевший в позе движения бега похожий на фигуру из батальной диорамы шкуру с Тамара содрали растянули гвоздями на стене конюшни но растянули плохо высохшая шкура стала совсем маленькой и нельзя было подумать что она была в пору крупной ездовой якутской лайки приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса произведенные больше года назад когда валили деревья никто не думал о высоте пеньков пеньки оказались выше норма требовалась повторная работа это была легкая работа лесничему дали купить кое-что в магазине дали денег спирту уезжая лесничий выпросил собачью шкуру висевшую на стене конюшни он ее выделает и сошьет собачины северные собачьи рукавицы мехом вверх дыры на шкуре от пуль не имели по его словам значения Шерри Брэнди поэт умирал большие вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода раньше он совал их за пазуху на голое тело но теперь там было слишком мало тепла рукавицы давно украли для краж нужна была только наглость воровали среди бела дня тусклое электрическое солнце загаженное мухами и закованное круглой решеткой было прикреплено высоко под потолком свет падал в ноги поэта он лежал как в ящике в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар время от времени пальца рук двигались щелкали как кастаньеты и ощупывали пуговицу петлю дыру на бушлате смахивали какой-то ссор и снова останавливались поэт так долго умирал что перестал понимать что он умирает иногда приходило болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг какая-нибудь простая и сильная мысль что у него украли хлеб который он положил под голову и это было так обжигающе страшно что он готов был спорить ругаться драться искать доказывать но сил для всего этого не было и мысль о хлебе слабела и сейчас же он думал о другом о том что всех должны везти за море и почему-то опаздывает пароход и хорошо что он здесь и так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака большую часть суток он думал о тех событиях которые наполняли его жизнь здесь видения которые вставали перед его глазами не были видениями детства юности успеха всю жизнь он куда-то спешил было прекрасно что торопиться не надо что думать можно медленно и он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений о том что поняли и описали врачи раньше чем художники и поэты гиппократово лицо предсмертная маска человека известно всякому студенту медицинского факультета это загадочное однообразие предсмертных движений послужило фрейду поводом для самых смелых гипотез однообразие повторение вот обязательная почва науки то что в смерти неповторимо искали не врачи а поэты приятно было сознавать что он еще может думать голодная тошнота стала давно привычной и все было равноправно гиппократ дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь жизнь входила в него и выходила и он умирал но жизнь появлялась снова открывались глаза появлялись мысли только желание не появлялось он давно жил в мире где часто приходится возвращать людям жизнь искусственным дыханием глюкозой камфорой кофеином мертвый вновь становится живым и почему бы нет он верил в бессмертие в настоящее человеческое бессмертие часто думал что просто нет никаких биологических причин почему бы человеку не жить вечно старость это только излечимая болезнь и если бы не это не разгаданное до 7 минут трагическое недоразумение он мог бы жить вечно или до тех пор пока не устанет а он вовсе не устал жить даже сейчас в этом пересыльном бараке транзитки как любовно выговаривали здешние жители она была преддверием ужаса но сама ужасом не была напротив здесь жил дух свободы и это чувствовалось всеми впереди был лагерь позади тюрьма это был мир в дороге и поэт понимал это был еще один путь бессмертия тютчевский блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые но если уж ему как видно не придется быть бессмертным в человеческом образе как некая физическая единица то уж творческое это бессмертие он заслужил его называли первым русским поэтом двадцатого века и он часто думал что это действительно так он верил в бессмертие своих стихов у него не было учеников но разве поэты их терпят он писал и прозу плохую писал статьи но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии важное как казалось ему всегда вся его прошлая жизнь была литературой книгой сказкой сном и только настоящий день был подлинной жизнью все это думалось не в споре а потаенно где-то глубоко в себе размышлением этим не хватало страсти равнодушие давно владела им какими все это было пустяками мышь и беготнёй по сравнению с недоброй тяжестью жизни он удивлялся себе как он может думать так о стихах когда все уже было решено а он знал очень хорошо лучше чем кто-либо кому он нужен здесь и кому он равен почему же все это надо было понять и он ждал и понял в те минуты когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть веки вздрагивать и пальцы шевелиться возвращались и мысли о которых он не думал что они последние жизнь входила сама как самовластная хозяйка он не звал ее и все же она входила в его тело в его мозг входила как стихи как вдохновение и значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте стихи были той животворящей силой которой он жил именно так он не жил ради стихов он жил стихами сейчас было так наглядно так ощутимо ясно что вдохновение и было жизнью перед смертью ему дано было узнать что жизнь была вдохновением именно вдохновением и он радовался что ему дано было узнать эту последнюю правду все весь мир сравнивался со стихами работа конский топот дом птица скала любовь вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно и это так и должно было быть ибо стихи были словом строфы и сейчас легко вставали одна за другой и хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме рифма была искателем инструментом магнитного поиска слов и понятий каждое слово было частью мира оно откликалось на рифму и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины все кричало возьми меня нет меня искать ничего не приходилось приходилось только отбрасывать здесь было как бы два человека тот который сочиняет который запустил свою вертушку вовсю и другой который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину и увидя что он это два человека поэт понял что сочиняет сейчас настоящие стихи и что в том что они не записаны записать напечатать все это суета сует все что рождается не бескорыстно это не самое лучшее самое лучшее то что не записано что сочинено и исчезло растаяло без следа и только творческая радость которую ощущает он и которую ни с чем не спутать доказывает что стихотворение было создано что прекрасное было создано не ошибается ли он безошибочная ли его творческая радость он вспомнил как плохи как поэтически беспомощны были последние стихи блока и как блок этого кажется не понимал поэт заставил себя остановиться это было легче делать здесь чем где-нибудь в ленинграде или москве тут он поймался на том что он уже давно ни о чем не думает жизнь опять уходила из него долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты карта была немая и он тщетно пытался понять изображенное прошло немало времени пока он сообразил что это его собственные пальцы на кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуриных дососанных махорочных папирос на подушечках явно выделялся дактилоскопический рисунок как чертеж горного рельефа рисунок был одинаков на всех десяти пальцах концентрические кружки похожие на срез дерева он вспомнил как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной которая была в подвале того дома где он вырос китаец случайно взял его за руку за другую вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке оказалось что он объявил мальчика счастливцем обладателем верной приметы эту метку счастья поэт вспоминал много раз особенно часто тогда когда напечатал свою первую книжку сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии ему было все равно самое главное что он еще не умер кстати что значит умер как поэт что-то по-детски наивное должно быть в этой смерти или что-то нарочитое театральное как у есенина у маяковского умер как актер это еще понятно но умер как поэт да он догадывался кое о чем из того что ждало его впереди на пересылке он многое успел понять и угадать и он радовался тихо радовался своему бессилию и надеялся что умрет он вспомнил давнишний тюремный спор что хуже что страшнее лагерь или тюрьма никто ничего толком не знал аргументы были умозрительны и как жестоко улыбался человек привезенный из лагеря в ту тюрьму он запомнил улыбку этого человека навсегда так что боялся ее вспоминать подумайте как ловко он их обманет тех кто привезли его сюда если сейчас умрет на целых десять лет он был несколько лет назад в ссылке и знал что он занесен в особый список навсегда навсегда масштабы сместились и слова изменили смысл снова он почувствовал начинающийся прилив сил именно прилив как в море многочасовой прилив а потом отлив но море ведь не уходит от нас навсегда он еще поправится внезапно ему захотелось есть но не было сил двигаться он медленно и трудно вспомнил что отдал сегодняшний суп соседу что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день кроме хлеба конечно но хлеб выдавали очень очень давно а вчерашний украли у кого-то еще были силы воровать он так лежал легко и бездумно пока не наступило утро электрический свет стал чуть желтее и принесли на больших фанерных подносах хлеб как приносили каждый день но он уже не волновался не высматривал горбушку не плакал если горбушка доставалась не ему не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок и довесок мгновенно таял во рту ноздри его надувались и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба а довеска уже не было во рту хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюсть кусок хлеба растаял исчез и это было чудо одно из многих здешних чудес нет сейчас он не волновался но когда ему вложили в руки его суточную пайку он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту он кусал хлеб цинготными зубами десна кровоточили зубы шатались но он не чувствовал боли из всех сил он прижимал ко рту запихивал в рот хлеб сосал его рвал и грыз его остановили соседи не ешь все лучше потом съешь потом и поэт понял он широко раскрыл глаза не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев когда потом отчетливо и ясно выговорил он и закрыл глаза к вечеру он умер но списали его на два дня позднее изобретательным соседям его удалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца мертвец поднимал руку как кукла марионетка стало быть он умер раньше даты своей смерти немаловажная деталь для будущих его биографов детские картинки нас выгоняли на работу без всяких списков отсчитывали в воротах пятерки строили всегда по пятеркам ибо таблицы умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры любое арифметическое действие если его производить на морозе и притом на живом материале штука серьезная чаша арестантского терпения может переполниться внезапно и начальство считалось с этим нынче у нас была легкая работа блатная работа пилка дров на циркулярной пиле пила вращалась в станке легонько постукивая мы заваливали огромное бревно на станок и медленно продвигали к пиле пила взвизгивала и яростно рычала ей как и нам не нравилась работа на севере но мы двигали бревно все вперед и вперед и вот бревно распадалось на две части неожиданно легкие отрезки третий наш товарищ колол дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке толстые чурки он окалывал с краев те что потоньше разрубал с первого удара удары были слабы товарищ наш был так же голоден как и мы но промороженные лиственницы колется легко природа на севере не безразлична неравнодушна а на сговоре с теми кто послал нас сюда мы кончили работу сложили дрова и стали ждать конвоя конвоир то у нас был он грелся в учреждении для которого мы пилили дрова но домой полагалось возвращаться в полном параде всей партии разбившейся в городе на малые группы кончив работу греться мы не пошли давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора дело которым нельзя пренебрегать оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу снимая заледеневшие наслоения одно за другим куски промороженного хлеба смёрзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей самым ценным были конечно носки и я жалел что не мне досталась эта находка носки и шарфы перчатки рубашки брюки вольные штатские большая ценность среди людей десятилетиями надевающих лишь казенные вещи носки можно было починить золотать вот и табак вот и хлеб удача товарища не давала мне покоя я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи отодвинув какую-то тряпку похожую на человеческие кишки я увидел впервые за много лет серую ученическую тетрадку это была обыкновенная школьная тетрадка детская тетрадка для рисования все ее страницы были разрисованы красками тщательно и трудолюбиво я перевертывал хрупкую на морозе бумагу за индивелые яркие холодные наивные листы и я рисовал когда-то давно это было примастясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе от прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый богатырь сказки как бы с прыснутой живой водой акварельные краски похожие на женские пуговицы лежали в белой жестяной коробке иван царевич на сером волке скакал по еловому лесу елки были меньше серого волка иван царевич сидел верхом на волке так как и венки ездят на оленях почти касаясь пятками мха дым пружинный поднимался к небу и птички как отчеркнутые галочки виднелись в синем звездном небе и чем сильнее я вспоминал свое детство тем яснее понимал что детство мое не повторится что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради это была грозная тетрадь северный город был деревянным заборы и стены домов красились светлой охрой и кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде где мальчик хотел говорить об уличных зданиях об изделии рук человеческих в тетрадке было много очень много заборов люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами обвитыми черными линиями колючей проволоки железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке около забора стояли люди люди тетрадки не были ни крестьянами ни рабочими ни охотниками это были солдаты это были конвойные и часовые с винтовками дождевые будки грибы около которых юный художник разместил конвойных и часовых стояли у подножья огромных караульных вышек и на вышках ходили солдаты блестели винтовочные стволы тетрадка была невелика но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города яркая земля однотомно зеленая как на картинах раннего Матисса и сине-синее небо свежее, чистое и ясное закаты и восходы были добротно алыми и это не было детским неумением найти полутона цветовые переходы раскрыть секреты светотени сочетание красок в школьной тетради было правдивым изображением неба дальнего севера краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов я вспомнил старую северную легенду о Боге который был еще ребенком когда создавал тайгу красок было немного краски были по-ребячески чисты рисунки просты и ясны сюжеты их немудреные после, когда Бог вырос стал взрослым он научился вырезать причудливые узоры листвы выдумал множество разноцветных птиц детский мир надоел Богу и он закидал снегом таежное свое творение и ушел на юг навсегда так говорила легенда и в зимних рисунках ребенок не отошел от истины зелень исчезла деревья были черными и голыми это были даурские лиственницы а не сосны и елки моего детства шла северная охота зубастая немецкая овчарка натягивала поводок который держал в руке Иван Царевич Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца в белом овчинном полушубке в валенках и в глубоких рукавицах крагах как их называют на Дальнем Севере за плечами Ивана Царевича висел автомат голые треугольные деревья были натыканы в снег ребенок ничего не увидел ничего не запомнил кроме желтых домов колючей проволоки вышек овчарок конвоиров с автоматами и синего-синего неба товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы газету бы лучше искал на Курева он вырвал тетрадку из моих рук скомкал и бросил в мусорную кучу тетрадка стала покрываться инием сгущенное молоко от голода наша зависть была тупа и бессильна как каждое из наших чувств у нас не было силы на чувства на то чтобы искать работу полегче чтобы ходить спрашивать просить мы завидовали только знакомым тем вместе с которыми мы явились в этот мир тем кому удалось попасть на работу в контору в больницу в конюшню там не было много часового тяжелого физического труда прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства словом мы завидовали только Шестакова только что-либо внешне могло вывести нас из безразличия отвести от медленно приближающейся смерти внешне а не внутренняя сила внутри все было выжжено опустошено нам было все равно и дальше завтрашнего дня мы не строили планов вот и сейчас хотелось уйти в барак лечь на нара а я все стоял у дверей продуктового магазина в этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям а также причисленные к друзьям народа воры-рецидивисты нам было там нечего делать но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета сладкий тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри даже голова окружилась от этого запаха и я стоял и не знал когда я найду в себе силы уйти в барак и смотрел на хлеб и тут меня окликнул Шестаков Шестакова я знал по большой земле по бутырской тюрьме сидел с ним в одной камере дружбы у нас там не было просто было знакомство на прииске Шестаков не работал в забое он был инженер-геолог и его взяли на работу в геологоразведку в контору стало быть счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми мы не обижались мало ли что ему могли на сей счет приказать своя рубашка и так далее кури сказал Шестаков протянул мне обрывок газеты насыпал махорки зажег спичку настоящую спичку я закурил мне надо с тобой поговорить сказал Шестаков со мной да мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя ноги мои сразу оттяжелели а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками от которых слегка пахло рыбьим жиром брюки завернулись и открыли шахматные носки я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью хоть один человек из нашей камеры не носит портянок земля под нами тряслась от глухих взрывов это готовили грунт для ночной смены маленькие камешки падали у наших ног шелестя серые и незаметные как птицы отойдем подальше сказал Шестаков не убьют не бойся носки будут целы я не о носках сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту как ты смотришь на все это умрем наверно сказал я меньше всего мне хотелось думать об этом ну нет умирать я не согласен ну у меня есть карта вяло сказал Шестаков я возьму рабочих тебя возьму и пойдем на черные ключи это пятнадцать километров отсюда у меня будет пропуск и мы уйдем к морю согласен? он выложил все это равнодушной скороговоркой а у моря поплывем все равно важно начать так жить я не могу лучше умереть стоя чем жить на коленях торжественно произнес Шестаков кто это сказал? в самом деле знакомая фраза но не было сил вспоминать кто и когда говорил эти слова все книжное было забыто к книжному не верили я засучил брюки показал красные цинготные язвы вот в лесу и вылечишь сказал Шестаков на ягодах на витаминах я выведу я знаю дорогу у меня есть карта я закрыл глаза и думал до моря отсюда три пути и все по пятьсот километров не меньше не только я но и Шестаков не дойдет не берет же он меня как пищу с собой нет конечно но зачем он лжет он знает это не хуже меня и вдруг я испугался Шестакова единственного из нас кто устроился на работу по специальности кто его туда устроил и какой ценой за все ведь надо платить чужой кровью чужой жизнью я согласен сказал я открывая глаза только мне надо подкормиться вот и хорошо хорошо обязательно подкормишься я принесу тебе консервов у нас ведь можно есть много консервов на свете мясных рыбных фруктовых овощных но прекрасней всех молочные сгущенное молоко конечно их не надо пить с кипятком их надо есть ложкой или мазать на хлеб или глотать понемножку из банки медленно есть глядя как желтеет светлая жидкая масса как налипают на баночку сахарные звездочки завтра сказал я задыхаясь от счастья молочных хорошо хорошо молочных и Шестаков ушел я вернулся в барак лег и закрыл глаза думать было нелегко это был какой-то физический процесс материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности во всей ощутимости думать было больно но думать было надо он соберет нас в побег и сдаст это совершенно ясно он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью моей кровью нас или убьют там же на черных ключах или приведут живыми и осудят добавят еще лет пятнадцать ведь не может же он не знать что выйти отсюда нельзя но молоко сгущенное молоко я заснул и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока чудовищную банку с облачной синей наклейкой огромная синяя как ночное небо банка была пробита в тысячи мест и молоко просачивалось стекло широкой струей млечного пути и легко доставал я руками до неба и ел густое сладкое звездное молоко не помню что я делал в этот день и как работал я ждал ждал пока солнце склонится к западу пока заржут лошади которые лучше людей угадывают конец рабочего дня хрипло загудел гудок и я пошел к бараку где жил шестаков он ждал меня на крыльце карманы его телогрейки оттопыривались мы сели за большой вымытый стол в бараке и шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока углом топора я пробил банку густая белая струя потекла на крышку на мою руку надо было вторую дырку пробить для воздуха сказал шестаков ничего сказал я облизывая грязные сладкие пальцы дайте ложку сказал шестаков поворачиваясь к обступившим нас рабочим десять блестящих отлизанных ложек протянулись над столом все стояли и смотрели как я ем в этом не было ни деликатности или скрытого желания угоститься никто из них не надеялся что я поделюсь с ними этим молоком такое не было видано интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен и я знал что нельзя не глядеть на пищу исчезающую во рту другого человека я сел поудобнее и ел молоко без хлеба запивая изредка холодной водой я съел обе банки зрители отошли в сторону спектакль был окончен шестаков смотрел на меня сочувственно а и что сказал я тщательно облизывая ложку я передумал идите без меня шестаков понял и вышел не сказав мне ни слова это было конечно ничтожной местью слабой как все мои чувства но что я мог сделать еще предупредить других я не знал их а предупредить было надо шестаков успел уговорить пятерых они бежали через неделю двоих убили недалеко от черных ключей троих судили через месяц дело о самом шестакове было выделено производством его вскоре куда-то увезли через полгода я встретил его на другом прииске дополнительного срока за побег он не получил начальство играло с ним честно а ведь могло бы иначе он работал в геологоразведке был брит и сыт и шахматные носки его все еще были целы со мной он не здоровался и зря две банки сгущенного молока не такое уж большое дело в конце концов хлеб двухстворчатая огромная дверь раскрылась и в пересыльный барак вошел раздатчик он встал в широкой полосе утреннего света отраженного голубым снегом две тысячи глаз смотрели на него отовсюду снизу из-под нара прямо сбоку и сверху с высоты четырехэтажных нар куда забирались по лесенке те кто еще сохранил силу сегодня был селедочный день и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос прогнувшийся под горой селедок разрубленных пополам за подносом шел дежурный надзиратель в белом сверкающем как солнце дубленом овчином полушубке селедку выдавали по утрам через день по половинке какие расчеты белков и калорий были тут произведены этого не знал никто да никто и не интересовался такой схоластикой шепот сотен людей повторял одно и то же слово хвостики какой-то мудрый начальник считаясь с арестантской психологией распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы либо хвосты преимущества тех и других были многократно обсуждены в хвостиках кажется было побольше рыбьего мяса но зато голова давала больше удовольствия процесс поглощения пищи длился пока обсасывались жабры выедались головизна селедку выдавали нечищенной и это все одобряли ведь ели ее вместе с костями и шкурой но сожаление о рыбьих головах мелькнуло и исчезло хвостики были данностью фактом к тому же поднос приближался и наступала самая волнующая минута какой величины обрезок достанется менять ведь было нельзя протестовать тоже все было в руках удачи картой в этой игре с голодом человек который невнимательно режет селедки на порции не всегда понимает или просто забыл что десять граммов больше или меньше десять граммов кажущихся десять граммов на глаз могут привести к драме кровавой драме может быть о слезах же и говорить нечего слезы часто они понятны всем и над плачущими не смеются пока раздатчик приближается каждый уже подсчитал какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой каждый успел уже огорчиться обрадоваться приготовиться к чуду достичь края отчаяния если он ошибся в своих торопливых расчетах некоторые зажмуривали глаза не совладая с волнением чтобы открыть их только тогда когда раздатчик толкнет его и протянет селедочный паек схватив селедку грязными пальцами погладив пожав ее быстро и нежно чтобы определить сухая или жирная досталась порция впрочем охотские селедки не бывают жирными и это движение пальцев тоже ожидание чуда он не может удержаться чтобы не обвести быстрым взглядом руки тех которые окружают его и которые тоже гладят и мнут селедочные кусочки боясь поторопиться проглотить этот крохотный хвостик он не ест селедку он ее лижет лижет и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев остаются кости и он жует кости осторожно бережно жует и кости тают и исчезают потом он принимается за хлеб пятьсот граммов выдается на сутки с утра отщипывает по крохотному кусочку и отправляет его в рот хлеб все едят сразу так никто не украдет и никто не отнимет да и сил нет его уберечь не надо только торопиться не надо запивать его водой не надо жевать надо сосать его как сахар как леденец потом можно взять кружечку чая тепловатой воды зачерненной сженой коркой съедена селедка съеден хлеб выпить чай сразу становится жарко и никуда не хочется идти хочется лечь но уже надо одеваться натянуть на себя оборванную телогрейку которая была твоим одеялом подвязать веревками подошвы крваным бурком из стеганой ваты бурком которые были твоей подушкой и надо торопиться ибо двери вновь распахнутые и за проволочной колючей с загородкой дворика стоят конвоиры и собаки мы в карантине в тифозном карантине но нам не дают бездельничать нас гоняют на работу не по спискам а просто отсчитаться пятерки в воротах существует способ довольно надежный попадать каждый день на сравнительно выгодную работу нужны только терпение и выдержка выгодная работа это всегда та работа куда берут мало людей двух трех четырех работа куда берут двадцать тридцать сто это тяжелая работа земляная большей частью и хотя никогда арестанту не объявляется заранее место работы он узнает об этом уже в пути удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением надо сжаться сзади в чужие шеренги отходить в сторону и кидаться вперед тогда когда строят маленькую группу для крупных же партий самое выгодное переборка овощей на складе хлебозавод словом все те места где работа связана с едой будущей или настоящей там всегда есть остатки обломки обрезки того что можно есть нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам нам в городской черте ломать строй не разрешалось луж не обходил никто ноги сырели но на это не обращали внимание простуд не боялись студились уже тысячу раз и при том самое грозное что могло случиться воспаление легких скажем привело бы в желанную больницу предам отрывисто шептали на хлебзавод слышь вы на хлебзавод есть люди которые вечно все знают и все угадывают есть и такие которые во всем хотят видеть лучшее и их сангвистический темперамент в самом тяжелом положении всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью для других напротив события развиваются к худшему и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво как некий недосмотр судьбы и эта разница суждений мало зависит от личного опыта она как бы дается в детстве на всю жизнь самые смелые надежды сбылись мы стояли перед воротами хлебозавода двадцать человек засунув руки в рукава топтались подставляя спины пронизывающему ветру конвоиры отойдя в сторону закуривали из маленькой двери прорезанный в воротах вышел человек без шапки в синем халате он поговорил с конвоирами подошел к нам медленно он обводил взглядом всех колыма каждого делает психологом а ему надо было сообразить в одну минуту очень много среди двадцати оборванцев надо было выбрать двоих для работы внутри хлебозавода в цехах надо чтобы эти люди были покрепче прочих чтобы они могли таскать носилки с битым кирпичом оставшимся после перекладки печи чтобы они не были ворами блатными ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи передачу ксив записок а не на работу надо чтобы они не дошли еще до границы за которой каждый может стать вором от голода ибо в цехах их никто караулить не будет надо чтобы не были склонны к побегу надо и все это надо было прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту тут же выбрать и решить выходи сказал мне человек без шапки и ты ткнул он моего веснущего всеведущего соседа вот этих возьму сказал он конвоиру ладно сказал тот равнодушно завистливые взгляды провожали нас у людей никогда не действует одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств я не слышу радио когда внимательно читаю строчки прыгают перед глазами когда я вслушиваюсь в радиопередачу хотя автоматизм чтения сохраняется я веду глазами по строчкам и вдруг обнаруживается что из столько что прочитанного я не помню ничего то же бывает когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом это уже действуют какие-то внутренние переключатели народная поговорка когда я ем я глухо нем известно каждому можно добавить и слеп ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредотачивается на помощи вкусовому восприятию когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев я ничего не вижу и не слышу все вытеснено напряжением ощущения осязательного так и сейчас переступив порог хлебозавода я стоял не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих здесь работали и бывшие и сущие заключенные и не слышал слов мастера знакомого человека без шапки объяснявшего что мы должны вытащить на улицу битый кирпич что мы не должны ходить по другим цехам не должны воровать что хлебу он даст и так я ничего не слышал я не ощущал и того тепла жаркого натопленного цеха тепла по которому так стосковалось за долгую зиму тело я вдыхал запах хлеба густой аромат буханок где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки ничтожнейшую часть этого подавляющего все аромата я жадно ловил по утрам прижав нос к корочке еще не съеденной пайки но здесь он был во всей густоте и мощи и казалось разрывал мои бедные ноздри мастер прервал очарование загляделся сказал он пойдем в котельную мы спустились в подвал в чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой напарник кочегар в таком же синем халате что и у мастера курил у печки и было видно сквозь отверстия чугунной дверцы топки как внутри металось и сверкало пламя то красное то желтое и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня мастер поставил на стол чайник кружку с повидлом положил буханку белого хлеба напои их сказал он кочегару я приду минут через двадцать только не тяните ешьте быстрее вечером хлеба дадим еще на куски поломайте а то вас в лагере отберут мастер ушел ишь сука сказал кочегар вертя в руках буханку пожалел тридцатки гад но подожди и он вышел вслед за мастером и через минуту вернулся подкидывая на руках новую буханку хлеба тепленькая сказал он бросая буханку веснушечному парню из тридцаточки а то видишь хотел полубелом отделаться дай-ка сюда и взяв в руки буханку которую нам оставил мастер кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воюющий огонь и захлопнул дверцу засмеялся вот так то весело сказал он поворачиваясь к нам зачем это сказал я лучше бы мы с собой взяли с собой мы еще дадим сказал кочегар ни я ни веснушечный парень не могли разломить буханки нет ли у тебя ножа спросил я у кочегара не да зачем нож кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее горячий ароматный пар шел за разломанной ковриге кочегар ткнул пальцем в мякиш хорошо печет федька молодец похвалил он но нам не было времени доискиваться кто такой федька мы принялись за еду обжигаясь и хлебом и кипятком в которой мы замешивали повидло горячий пот лился с нас ручьем мы торопились мастер вернулся за нами он уже принес носилки потащил их к куче битого кирпича принес лопаты и сам насыпал первый ящик мы приступили к работе и вдруг стало видно что обоим нам носилки не посильно тяжелы что они тянули жилы а рука внезапно слабела лишаясь сил кружилась голова нас пошатывала следующий носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши хвайт сказал веснушечный парень он был еще бледнее меня или веснушки подчеркивали его бледность отдохните ребята весело и отнюдь не насмешливо сказал подходивший мимо пекарь и мы покорно стали отдыхать мастер прошел мимо но ничего нам не сказал отдохнув мы снова принялись за дело но после каждых двух насилок садились снова куча мусора не убывала покурите ребята сказал тот же пекарь снова появляясь табаку нету ну я вам дам по цигарочке только надо выйти курить здесь нельзя мы поделили махорку и каждый закурил свою папиросу роскошь давно забытая я сделал несколько медленных затяжек бережно потушил пальцем папиросу завернул ее в бумажку и спрятал за пазуху правильно сказал веснущий парень а я и не подумал к обеденному перерыву мы освоились настолько что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекарными печами везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы и на полках везде лежал хлеб хлеб время от времени приезжала вагонетка на колесиках выпеченный хлеб грузили и увозили куда-то только не туда куда нам нужно было возвращаться к вечеру это был белый хлеб широкое окно без решеток было видно что солнце переместилось к закату из дверей потянуло холодком пришел мастер ну кончайте носилки оставьте на мусоре маловато сделали вам и за неделю не перетаскать этой кучи работнички нам дали папуханки хлеба мы изломали его на куски набили карманы но сколько могло войти в наши карманы прячь прям в брюки командовал веснущий парень мы вышли на холодный вечерний двор партия уже строилась нас повели обратно на лагерной вахте нас обыскивать не стали в руках никто хлеба не нес я вернулся на свое место разделил с соседями принесенный хлеб лег и заснул как только согрелись намокшие застывшие ноги всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара швырявшего хлеб в огненное жерло топки заклинатель змей мы сидели на поваленной буре огромной лиственницы деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неуютную землю и бури легко вырывает их с корнями и валят на землю платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни второй нашей жизни на этом свете я нахмурился при упоминании прииска джанхара я сам побывал в местах дурных и трудных но страшная слава джанхары гремела везде и долго вы были на джанхаре год сказал платонов негромко глаза его сузились морщины обозначились резче передо мной был другой платонов старше первого лет на десять впрочем трудно было только первое время два-три месяца там одни воры я был единственным грамотным человеком там я им рассказывал тискал романы как говорят на блатном жаргоне рассказывал по вечерам дюма канон дойле уоллеса за это меня кормили одевали и я работал мало вы вероятно тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь нет сказал я нет мне это казалось всегда последним унижением концом за суп я никогда не рассказывал о романах но я знаю что это такое я слышал о романистах это осуждение сказал платонов ничуть ответил я голодному человеку можно простить многое очень многое если я останусь жив произнес платонов священную фразу которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня я напишу об этом рассказ я уже и название придумал заклинатель змей хорошая хорошая надо только дожить вот главное андрей федорович платонов киносценарист в своей первой жизни умер недели через три после этого разговора умер так как умирали многие взмахнул кайлом покачнулся и упал лицом на камни глюкоза внутривенно сильные сердечные средства могли бы и вернуть его к жизни он хрипел еще час полтора но уже затих когда подошли носилки из больницы и санитары унесли в морг этот маленький труп легкий груз костей и кожи я любил платонова за то что он не терял интересы к той жизни за синими морями с высокими горами от которой нас отделяло столько версты лет и в существование которой мы уже почти не верили или вернее верили так как школьники верят в существование какой-нибудь Америки у платонова бог весть откуда бывали и книжки и когда было не очень холодно например в июле он избегал разговоров на темы которыми жило все население какой будет или был на обед суп будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра будет ли завтра дождь или ясная погода я любил платонова и я пробую сейчас написать его рассказ заклинатель змей конец работы это вовсе не конец работы после гудка надо еще собрать инструмент отнести его в кладовую сдать построиться пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную брань конвоя под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей пока еще более сильных чем ты товарищей которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой задержки надо еще пройти перекличку построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами ближний лес давно весь вырублен и сожжен бригада лесорубов заготавливает дрова а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый как доставляются тяжелые бревна которые не под силу взять даже двум людям никто не знает автомашины за дровами никогда не посылаются а лошади все стоят на конюшне по болезни лошадь ведь слабеет гораздо скорее чем человек хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо конечно меньше чем у людей часто кажется да так наверное оно и есть на самом деле что человек потому и поднялся из звериного царства стал человеком то есть существом которое могло придумать такие вещи как наша острова со всей невероятностью их жизни что он был физически выносливее любого животного не рука очеловечила обезьяну не зародыш мозга не душа есть собаки и медведи поступающие умней и нравственней человека и не подчинением себе силы огня все это было после выполнения главного условия превращения при прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливее физически только физически он был живуч как кошка эта поговорка неверна а кошке правильнее было бы сказать эта тварь живуча как человек лошадь не выносит месяцы зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе если это не якутская лошадь но ведь на якутских лошадях и не работают их правда и не кормят они как олени зимой копытят снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву а человек живет может быть он живет надеждами но ведь никаких надежд у него нет если он не дурак он не может жить надеждами поэтому так много самоубийц но чувство самосохранения цепкость к жизни физическая именно цепкость которой подчинено и сознание спасает его он живет тем же чем живет камень дерево птица собака но он цепляется за жизнь крепче чем они и он выносливее любого животного о всем таком и думал платонов стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переклички дрова принесены и сложены и люди теснясь торопясь и ругаясь вошли в темный бревенчатый барак когда глаза привыкли к темноте платонов увидел что вовсе не все рабочие ходили на работу в правом дальнем углу на верхних нарах перетащив к себе единственную лампу бензиновую коптилку без стекла сидели человек семь восемь вокруг двоих которые скрестив по татарски ноги и положив между собой засаленную подушку играли в карты дымящаяся коптилка дрожала огонь удлинял и качал тени платонов присел на край нар ломило плечи колени мускулы дрожали платонова только утром привезли на джинхару и работал он первый день свободных мест на нарах не было вот все разойдутся подумал платонов и я лягу он задремал игра вверху кончилась черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар ну-ка позовите мне этого Иван Ивановича сказал он толчок в спину разбудил платонова ты тебя зовут ну и где он этот Иван Иванович звали с верхних нар я не Иван Иванович сказал платонов щурясь он не идет федечка как не идет платонова вытолкали к свету ты думаешь жить спросил его негромко федя вращая мизинец с отрощенным грязным ногтем перед глазами платонова думаю ответил платонов сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног платонов поднялся и вытер кровь рукавом так отвечать нельзя ласково объяснил федя вас Иван Иванович в институте разве так учили отвечать платонов молчал иди тварь сказал федя иди ложись к параше там будет твое место а будешь кричать удавим это не было пустой угрозой уже дважды на глазах платонова душили полотенцем людей по каким-то своим воровским счетам платонов лег на мокрые вонючие доски сука братцы сказал федя зевая хоть бы пятки кто почесал что ли Машка а Машка иди чеши федечки пятки в пол света вынурнул Машка бледный хорошенький мальчик варенок лет восемнадцати он снял с ног федечки заношенные желтые полуботинки бережно снял грязные рваные носки и стал улыбаясь чесать пятки федя федя хихикал вздрагивая от щекотки пошел вон друг сказал он не можешь чесать не умеешь да я федечка пошел вон тебе говорят скребет царапает нежности нет никакой окружающие сочувственно кивали головами вот был у меня на косом жид тот чесал тот братцы мой чесал инженер и федя погрузился в воспоминания о жиде который чесал пятки федя федя а этот новый то не хочешь попробовать ну его сказал федя разве такие могут чесать да впрочем подымите-ка его платонову вывели к свету и ты Иван Иванович заправь к лампу распоряжался федя и ночью будешь дрова в печку подкладывать а утром парашку на улицу дневальный покажет куда выливать платонов молчал покорно за это объяснял федя ты получишь миску супчику я ведь все равно юшки то не ем иди спи платонов лег на старое место рабочие почти все спали свернувшись по двое по трое так было теплее эх сколько ночи длинные сказал федя хоть бы роман кто-нибудь тиснул вот у меня на косом федя а этот новый то не хочешь попробовать и то оживился федя поднимите-ка его платонова подняли слушай сказал федя улыбаясь почти заискивающе я тут погорячился немного ничего сказал платонов сквозь зубы слушай а романа ты можешь тискать огонь блеснул в мутных глазах платонова еще бы он не мог вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом дракулы в его пересказе но там были люди а здесь стать шутом при дворе миланского герцога шутом которого кормили за хорошую шутку и били за плохую есть ведь и другая сторона в этом деле он познакомит их с настоящей литературой он будет просветителем он разбудит в них интерес к художественному слову он и здесь на дне жизни будет выполнять свое дело свой долг по старой привычке платонов не хотел себе сказать что просто он будет накормлен будет получать лишний супчик не за вынос параши а за другую более благородную работу благородную или это все-таки ближе к чесанию пяток вора чем к просветительству но голод холод побои федя напряженно улыбаясь ждал ответа могу выговорил платонов и первый раз за этот трудный день улыбнулся могу тиснуть ах ты милый мой федя развеселился иди лезь сюда на тебе хлебушка получше уж завтра покушаешь садись сюда на одеяло закуривай платонов не куривший неделю с болезненным наслаждением сосал махорочный окурок как тебя звать то андрей сказал платонов так вот андрей значит что подлиннее позабористей вроде граф мантекристо а тракторах не надо отверженные может быть предложил платонов это ажан вильжане это мне на косом тискали тогда клуб червонных валетов или вампира о о давай давай валетов птишевые твари платонов откашлялся в городе санкт-петербурге в 1893 году совершено было одно таинственное преступление уже рассветало когда платонов окончательно обессилел на этом кончается первая часть сказал он ну здорово сказал федя как он ее ложись здесь с нами спать много не придется рассвет на работе поспишь набирай сил к вечеру платонов уже спал выводили на работу высокий деревенский парень проспавший вчерашних валетов злобно толкнул платонову в дверях ты гадина ходи да поглядывай ему тот час же зашептали что-то на ухо строились в ряды когда высокий парень подошел к платонову ты федь не говори что я тебя ударил я брат не знал что ты романист я не скажу ответил платонов татарский мула и чистый воздух жара в тюремной камере была такая что не было видно ни одной мухи огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь но это не давало облегчения раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны и в камере было даже прохладнее чем на улице вся одежда была сброшена и сотня голых тел пышущих тяжелым влажным жаром ворочалась истекая потом на полу на нарах было слишком жарко на комендантские поверки арестанты выстраивались в одних кальсонах по часу торчали в уборных на оправке бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника но это помогало ненадолго поднарники сделались вдруг обладателями лучших мест надо было готовиться в места далеких табариев и острили по тюремному мрачно что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием татарский мула следственный арестант по знаменитому делу большой татарии о котором мы знали гораздо раньше того дня когда об этом намекнули газеты крепкий шестидесятилетний сангвиник с мощной грудью поросшей седыми волосами с живым взглядом темных круглых глаз говорил беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп только бы не расстреляли а дадут десять лет чепуха тому этот срок страшен кто собирается жить до сорока лет а я собираюсь жить до восьмидесяти мула вбегал на пятый этаж без одышки возвращаясь с прогулки если дадут больше десяти продолжал он раздумывать то в тюрьме я проживу еще лет двадцать а если в лагере мула помолчал на чистом воздухе то десять я вспомнил этого бодрого и умного мулу сегодня когда перечитывал записки из мертвого дома мула знал что такое чистый воздух Морозов и Фигнер пробыли в шлиссельбургской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке в лагере для того чтобы здоровый молодой человек начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе превратился в доходягу нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцати часовом рабочем дне без выходных при систематическом голоде рваной одежде и ночевке в шестидесяти градусный мороз в дырявой брезентовой палатке побоев десятников старосты с блатарей конвоя эти сроки многократно проверены бригады начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех кто этот сезон начал кроме самого бригадира дневального бригады и кого-то еще из личных друзей бригадира остальной состав бригады меняется за лето несколько раз золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы в так называемые оздоровительные команды в инвалидные городки и на братские кладбища золотой сезон начинается 15 мая и кончается 15 сентября 4 месяца о зимней же работе и говорить не приходится к лету основные забойные бригады формируются из новых людей еще здесь не зимовавших арестанты получившие срок рвались из тюрьмы в лагерь там работа здоровый деревенский воздух досрочное освобождение переписка посылки от родных денежные заработки человек всегда верит в лучшее ущелье дверей теплушки в которой нас везли на дальний восток день и ночь толкались пассажиры и тапники упоенно вдыхая прохладной пропитанной запахом полевых цветов тихий вечерний воздух приведенный в движение ходом поезда этот воздух не был похож на спертый пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры ставший ненавистной за много месяцев следствия в этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести воспоминания которые хотелось забыть по простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием так круто перевернувшим их жизнь именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением теперь вырвавшись из тюрьмы они подсознательно хотели верить в свободу пусть относительно но все же свободу жизнь без проклятых решеток без унизительных и оскорбительных допросов начиналась новая жизнь без того напряжение воли которое требовалось всегда для допроса во время следствия они чувствовали глубокое облегчение от сознания того что все уже решено бесповоротно приговор получен не нужно думать что именно отвечать следователю не нужно волноваться за родных не нужно строить планов жизни не нужно бороться за кусок хлеба они уже в чужой воле уже ничего нельзя изменить никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути медленно но неуклонно ведущего их на север поезд шел навстречу зиме каждая ночь была холоднее прежней жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной солнце уже не было таким жарким и ярким как будто его золотую силу впитали всосали в себя листья кленов тополей берез осин листья сами сверкали теперь солнечным светом а бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона большую часть дня прячется за теплые сизые тучки еще не пахнущие снегом но и до снега было недалеко пересылка еще один маршрут к северу приморская бухта их встретила небольшой метели снег еще не ложился ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной грязной водой сетка метели была прозрачна снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток накинутую на город над морем снег вовсе не был виден темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленевший скользкий камень пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за одним взбирались на палубу чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов пароход был неожиданно маленьким слишком много воды окружало его через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу и автомашины развезли их по тем местам где им предстояло жить и выжить здоровый деревенский воздух они оставили за морем здесь их окружал напитанный испарениями болот разряженный воздух тайги сопки были покрыты болотным покровом и только лысины без лесных сопок сверкали голым известняком отполированным бурями и ветрами нога тонула в топком хе и редко за летний день ноги бывали сухими зимой все леденело и горы и реки и болота зимой казались каким-то одним существом зловещим и недружелюбным летом воздух был слишком тяжел для сердечников зимой невыносим в большие морозы люди прерывисто дышали никто здесь не бегал бегом разве только самые молодые и то не бегом а как-то в припрыжку тучи комаров облепляли лицо без сетки было нельзя сделать шага а на работе сетка душила мешала дышать поднять же ее было нельзя из-за комаров работали тогда по 16 часов и нормы были рассчитаны на 16 часов если считать что подъем завтрак и развод на работу и ходьба на место ее занимают полтора часа минимум обед час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего 4 часа человек засыпал в ту же самую минуту когда переставал двигаться умудрялся спать на ходу или стоя недостаток сна отнимал больше сил чем голод невыполнение нормы грозило штрафным пайком 300 граммов хлеба в день и без баланды с первой иллюзией было покончено быстро это иллюзия работы того самого труда о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись труд есть дело чести дело славы дело доблести и геройства лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру письма с материка и на материк шли по полгода если вообще шли посылки выдавались только тем кто выполняет норму остальное подвергалось конфискации все это не носило характера произвола отнюдь об этом читались приказы в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться это не было дикой фантазии какого-то дегенерата начальника это был приказ высшего начальства но даже если кем-либо посылки и получались можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину а половину все же получить то нести такую посылку было некуда в бараке давно ждали блатные чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими ванечками и санечками посылку надо было или сразу съесть или продать покупателей было сколько угодно десятники начальники врачи был и третий самый распространенный выход многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме работавшим в каких-либо должностях и работах где можно было запереть и спрятать или давали кому-либо из вольно наемных и в том и в другом случае всегда был риск никто не верил в добросовестность хозяев но это была единственная возможность спасти полученное денег не платили вовсе ни копейки платили только лучшим бригадам и то пустяки которые не могли дать им серьезной помощи во многих бригадах бригадиры делали так выработку бригады записывали на 2-3 человека давая им перевыполненный процент за что полагалась денежная премия на остальные 20-30 человек в бригаде полагался штрафной паёк это было остроумным решением если бы на всех заработок был поделен поровну никто не получил бы ни копейки а тут получали 2-3 человека выбираемые совсем случайно часто даже без участия бригадира в составлении ведомости все знали что нормы не выполнены что заработка нет и не будет и все же за десятником ходили интересовались выработкой бежали встречать кассира ходили в контору за справками что это такое есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу поднять свою репутацию в глазах начальства или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания последнее более верно светлая чистая теплая следственная тюрьма которую так недавно и так бесконечно давно они покинули всем неукоснительно казалось отсюда лучшим местом на земле все тюремные обиды были забыты и все с увлечением вспоминали как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей как они читали книги как они спали и ели досыта ходили в чудесную баню как получали они передачи от родственников как они чувствовали что семья вот здесь рядом за двойными железными воротами как они говорили свободно о чем хотели в лагере за это полагался дополнительный срок заключения не боясь ни шпионов ни надзирателей следственная тюрьма казалось им свободнее и роднее родного дома и не один говорил о размечтавшись на больничной койке хотя оставалось жить немного я бы хотел конечно повидать семью уехать отсюда но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы там было еще лучше и интереснее чем дома и я рассказал бы теперь всем новичкам что такое чистый воздух если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу выраставшую как во времена Беринга в грозную и опасную эпидемию уносившую тысячи жизней дизентерию ибо еле что попало стремясь только наполнить ноющий желудок собирая кухонные остатки с мусорных куч густо покрытых мухами пилагру эту болезнь бедняков истощение после которого кожа на ладонях и стопах слизалась человека как перчатка а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком похожим на дактилоскопические оттиски и наконец знаменитую алиментарную дистрофию болезнь голодных которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем до того времени она носила разные названия РФИ таинственные буквы в диагнозах истории болезни переводимые как резкое физическое истощение или чаще полиавитаминоз чудное латинское название говорящие о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающие врачей нашедших удобную законную латинскую формулу для обозначения одного и того же голода если вспомнить неотапливаемые серые бараки где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед будто какая-то огромная стеариновая свеча плыла в углу барака плохая одежда и голодный паёк отморожение это ведь мучение навек если даже не прибегать к ампутациям если представить сколько при этом должно было появиться и появилась гриппа воспаление легких всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах губительных для сердечника если вспомнить эпидемии саморубов членовредителей если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность то легко увидеть насколько чистый воздух был опаснее для здоровья человека чем тюрьма поэтому нет нужды полемизировать с достоевским насчет преимущества работы на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами чистого воздуха время достоевского было другим временем а каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот о которых здесь рассказано об этом заранее трудно составить верное представление ибо все тамошнее слишком необычайно невероятно и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь о которой смутное неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый татарский мула первое смерть много я видел человеческих смертей на севере пожалуй даже слишком много для одного человека но первую виденную смерть я запомнил ярче всего той зимой пришлось нам работать в ночной смене мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну окруженную радужным нимбом зажигавшимся в большие морозы солнца мы не видели вовсе мы приходили в бараке не домой домом их никто не называл и уходили из них затемно впрочем солнце показывалось так ненадолго что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана где находится солнце мы определяли по догадке ни света ни тепла не было от него ходить в забой было далеко два-три километра и путь лежал посреди двух огромных трехсоженных снежных валов нынешней зимой были большие снежные заносы и после каждой метели прииск отгребался тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу чтобы дать проход автомашинам всех кто работал на расчистке пути окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе не разрешая не погреться не поесть в тепле на лошадях привозили примороженные пайки хлеба иногда если работа затягивалась консервы по одной банке на двух человек на тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших людей отпускали только тогда когда работа была сделана с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей настоящей работы я заметил тогда удивительную вещь тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые 6-7 часов после этого теряешь представление о времени подсознательно следя только за тем чтобы не замерзнуть топчешься машешь лопатой не думая вовсе ни о чем ни на что не надеясь окончание этой работы бывает всегда неожиданностью внезапным счастьем на которое ты как будто никак не смела рассчитывать все весело шумны и на какое-то время будто нет ни голода ни смертельной усталости наскоро построясь в ряды все весело бегут домой а по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи валы отрезающие нас от всего мира метеля давно уже не было и пухлый снег осел поплотнел и казался еще мощнее и тверже по гребню вала можно было пройти не проваливаясь оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой часам к двум ночи мы приходили обедать наполняя барак шумом намерзшихся людей лязгом лопат громким говором людей вошедших с улицы говором который лишь постепенно стихает и глохнет возвращаясь к обычной человеческой речи ночью обед был всегда в бараке а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами столовой которую все ненавидели после обеда те у кого была махорка закуривали а тем кто махорки не имел товарища оставляли покурить и в общем выходило так что задохнуться успевал каждый наш бригадир Коля Андреев бывший директор МТС осущий заключенный осужденный на 10 лет по модной 58 статье ходил всегда впереди бригады и всегда быстро бригада наша была бесконвойная конвоев в те времена не хватало этим и объяснялось доверие начальства однако сознание своей особенности бесконвойности для многих было не последним делом как это не наивно бесконвойное хождение на работу всем по серьезному нравилось составляло предмет гордости и похвальбы бригада действительно и работала лучше чем потом когда конвоя стало достаточно и Андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой не низом а прямо по хребту снежного вала мы видели мерцание золотых огней прииска темную громаду леса влево и слившиеся с небом далекие вершины сопок впервые ночью мы видели свое жилье издали дойдя до перекрестка Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу за ним покорно повторяя его непонятные движения посыпались гурьбой вниз люди гремя ломами кайлами лопатами инструмент никогда не оставляли на работе там его крали а за потерю инструмента грозил штраф в двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме он был без шапки короткие темные волосы его были взъерошены пересыпаны снегом шинель расстегнута еще дальше заведенная прямо в глубокий снег стояла лошадь запряженная в легкие сани кашовку а около ног этого человека лежала навзничь женщина шубка ее была распахнута пестрое платье измято около головы ее валялась скомканная черная шаль шаль была втоптана в снег так же как и светлые волосы женщины казавшиеся почти белыми в лунном свете худенькое горло было открыто и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна лицо было белым без кровинки и только вглядевшись я узнал Анну Павловну секретаршу начальника нашего прииска мы все знали ее в лицо хорошо на прииске женщин было очень мало месяцев шесть назад летом она проходила вечером мимо нашей бригады и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку она улыбнулась нам и показала рукой на солнце уже отлежавшие спускавшиеся к закату скоро уже ребята скоро крикнула она мы как и лагерные лошади весь рабочий день думали только о минуте его окончания и то что наши немудреные мысли были так хорошо понятны и при том такой красивый по нашим тогдашним понятиям женщиной растрогала нас Анну Павловну наша бригада любила сейчас она лежала перед нами мертвая удавленная пальцами человека военной форме который растерянно и дико озирался вокруг его я знал гораздо лучше этот был наш приисковый следователь Штеменко который дал дела многим из заключенных он неутомимо допрашивал нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей клеветников вербуя их из голодных заключенных некоторых он уверял в государственной необходимости лжи некоторым угрожал некоторых подкупал он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним вызвать его к себе хотя все жили на одном прииске готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете Штеменко был именно тот начальник который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки сделаны из консервных банок в них варили все что можно сварить и съесть в них носили обед из столовой чтобы съесть его сидя и съесть горячим разогрев в своем бараке на печке поборник чистоты и дисциплины Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днище консервных банок сейчас он заметив Андреева в двух шагах от себя схватился за кубуру пистолета но увидев толпу людей вооруженных ломами и кайлами так и не вытащил оружие но ему уже крутили руки это делалось со страстью узел затянули так что веревку потом разрезать пришлось ножом труп Анны Павловны положили в кашовку и двинулись в поселок к дому начальника прииска с Андреевым туда пошли не все многие бросились скорее в барак к супу долго не отпирал начальник разглядев сквозь стекло толпу арестантов собравшихся у дверей его дома наконец Андрееву удалось объяснить в чем дело и он вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными вошел в дом обедали мы в эту ночь очень долго Андреева водили куда-то давать показания но потом он пришел скомандовал и мы пошли на работу Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности наказание было минимальным судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли бывших лагерных начальников в таких случаях задержат где-то особо никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях конец первой части читал медведь обыкновенный что Продолжение следует...